Давайте заключать пари. Насколько опоздает группа кадров сегодня? Кто делает ставки? Вот появилась Анна. Пожалуйста. Надо сказать... Так, группа кадров. Где вы? Где вы? Начинайте. Давайте. Надо сказать, что вчерашние наши разговоры приносят плоды. У меня появились документы, отражающие движение кадров. Правила игры принимаются. Но я понял, не всеми. Еще у нас есть чего обсуждать. Коллеги, группа кадров, пожалуйста. Время идет. Ключников Андрей. Группа номер 7. Кадровые аспекты. Докладчик ключников Андрей. Подождите, загрузилась для интернет-участников? Нет еще, да? Нет, только ждем. Ага, тогда ждем. Андрей, можешь сказать что-нибудь про самоопределение группы? Про этот доклад? А, это хорошо. Спасибо. Так, тогда я заинтригован. Все, получилось. Можно начинать. Группа номер 7. Кадровые аспекты энергобезопасности. Тема доклада. Угроза развития энергетики при низкой результативности кадров на примере нашей группы. Следующий слайд, пожалуйста. Цель доклада – показать, как пассивность поведения влияет на результат. Дальше. Ну, собственно, вот о чем мы хотели сказать. Это то, что группа не самоопределилась в игре и не выработала свою позицию на игре. Следующий слайд. Ну, мы в формате тезисов. Так, вот и то, что мы поняли, для того, чтобы чего-то достичь, нужно этого искренне хотеть. Но это, пожалуй, единственное наше умозаключение более-менее такое понятное. Следующий слайд. Нет, нет, и там еще было. И еще один был. Нет, вы больше? Ну, в общем, не суть важна. Там у нас еще один слайд был, и он гласил о том, что… Да, то, что мы сконцентрированы не на результате, а на процессе. Вот. И в результате этого, как раз того самого результата мы не получаем. И проецируя это все на энергетику, мы говорим о том же самом. То есть занимаясь процессом, не знаю, какой-то деятельности и не концентрируясь на каком-то результате видимом и даже на формировании этого результата видимого, мы получаем то, что мы ничего не получаем. Ну, вот как-то так. При этом мы понимаем, что мы это понимаем. Мы этого… Ну, вот я этого как бы не боюсь и говорить об этом не боюсь, но за державу обидно. Вот. Ну, и за нас тоже обидно, но вот это так. Все. Обидно, что прогноз печальный, да? Прогноз-то ваш какой? Вот в слове «за державу» обидно содержится ваш прогноз развития событий. Тема дня, прогнозы. Прогноз, да. То, что мы, занимаясь… Как сказать-то, не ориентируясь на результат, мы результата не достигнем. Соответственно, ну, мы ничем не управляем и то, что будет, мы не понимаем. Это моя позиция, может, группа их не разделяет. Я правильно понял, может, группа подскажет. Во всяком случае, вот то, что вы говорите «за державу обидно», это значит ваша оценка ситуации, ее развитие, ее результата, да? Так? Группа может что-то сказать? То есть можно считать, вот этот вот ваш прогноз, сделанный на очень фактическом материале, достоверном, да? Является результатом вашей работы по теме дня? Я могу сказать «да», но хочу немножко расширить. Пожалуйста, пожалуйста. Да, мы в теме работы сегодняшнего дня, мы накрутились вокруг этого и спроецировали на свою группу, что в случае, если поведение всех кадров или большей части критической массы кадров будет достаточно пассивно, то есть люди будут иметь, продолжать иметь потребительскую позицию в целом к проходящим вокруг процессам. То есть я делаю только то, что нужно мне и что мне скажут, но не хочу ничего делать сверх того, то тогда прогноз будет печальный. И в наших рассуждениях прогноз был такой, что мало того, что мы можем потерять энергетику как свою отрасль, мы в целом в дальнейшем можем потерять Россию как независимую страну. Спасибо. Да, 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 еще есть добавление. Ох, вы еще и аплодируете. Наверное, искренности, я так понимаю. У меня есть добавление. Сегодня я работала с этой группой, с группой номер 7, и у меня было ощущение полного благополучия. Вчера группу зацепило определение бревна. Сегодня начали с того, бревно мы или не бревно. Какую позицию мы занимаем, пассивную или активную. Были даны определения, что такое активная позиция, что такое пассивная позиция. Мы рисовали графики, мы строили прогнозы. И все было вот внешне благополучно. Знаете, до какого момента? Когда встал вопрос, а кто пойдет делать презентацию, кто пойдет презентовать результаты работы группы. Понимаете? То есть поговорить все поговорили. А вот когда нужно выйти и презентовать результат работы, вдруг оказалось, что на себя эту ответственность брать никто не хочет. То есть все говорят, ну в принципе я бы мог выйти. Ну что вот я-то, почему другой не сделает? В принципе я бы тоже могла, но у меня цель тут другая. Я бы тоже мог, но что-то вот еще мешает. Понимаете? Плохому танцору мешает кривой пол. И получается, что вот поговорить и сказать, как все плохо, как все ужасно, какие прогнозы плохие. Мы с удовольствием поговорили, мы чудесно провели день, но результаты мы выдать не смогли, потому что у нас никого в группе не оказалось, кто сказал бы, вот давайте я сегодня презентую, я беру на себя ответственность презентовать результаты работы группы. Вот я считаю, что основная проблема, если вот сюда переводить, да, на доклад группы. Отличную, кстати, выбрали, на мой взгляд, тему. Действительно, на примере работы группы, вот он, срез общества, вот у нас была группа. Были люди, которые говорили, были люди, которые молча там внимали, были люди, которые занимались своими делами, а результата-то нет. Все, вот его и нет. Вот до тех пор, пока не будет этих людей, которые будут способны вокруг себя сконцентрировать, людей, которые будут способны за собой куда-то, кого-то сдвинуть, вот эту критическую массу, о которой говорит Владимир. Ну, встретились, поговорили, чудесно провели время. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы к группе. Это еще добавление? Анна Рахматулла, не совсем все так печально. У нас вызвалось два человека все-таки выйти. Просто у нас в группе сложилось такое впечатление, что у некоторых, что, ну, за меня все сделают. Вот это потребительское отношение к игре и ко всему прочему. Я думаю, что это есть и в общих массах, поэтому вот мы решили сделать такой короткий доклад. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Можно еще высказаться. Как вы видите, сейчас проблема до всех нас актуальна. Я тоже участник группы кадры. У меня немножко другой взгляд на сложившуюся ситуацию. Какой другой? Мотивация есть. Люди прекрасные, шикарные головы, которые хотят и работают. Сложность в том, что в итоге мы не структурируем информацию и на выходе имеем результат, который мы не можем преподнести аудитории. Это не какие-то сформулированные утверждения, какие-то факты, которые мы выявили. Это набор информации. Мы не успеваем ее перерабатывать. Не успеваете перерабатывать? На мой взгляд, да, и это зависит именно от работы самой группы, как построена работа внутри группы. Мы растекаемся. Я хочу сказать, не то, что мы не работаем, не то, что мы не стараемся, не то, что мы не хотим. Мы это не доводим до результата, который требуется. Понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Не умеем работать. Не то, что не хотим, не умеем. Так, есть ли вопросы к группе? Подождите, подождите, а вопросы-то? Уж раз вышли. Стойте. Надежда Шимова, группа ресурсы. Правильно ли я поняла, что группа хочет продолжить попытки самоопределяться? Спасибо. Правильно. А прогноз есть? Я немножко объясню по поводу самоопределения, почему вышла у нас такая проблема. Все люди разные, взгляды разные, и мы пытаемся донести до вас именно актуальную информацию, интересную. В ходе работы мы натыкаемся на какие-то вещи, которые кажутся нам бытовыми и так понятными, и поэтому меняем ракурс. Мы искренне стараемся преподнести что-то в данном проекте. Единственный смысловой слайд здесь был, чтобы получить результат, достичь результата, надо искренне его хотеть. Вот вы искренне хотели получить вот именно этот результат, который мы сейчас видим? Отвечу, наверное, я, потому что я был инициатор этого слайда. Он и появился, потому что мы задались в последний момент этим вопросом, а искренне ли мы этого хотели. Потому что в разговорах, да, хотели. Группа работала. Но если результат не получается, может быть, и не искренне хотели. И это то, что вот в чем группа и захотелось самоопределиться. А хотим ли мы искренне вот сделать эту работу до конца? Часть членов группы говорит, что да, хочу. Все члены группы говорят, что да, хочу. Но почему-то результата нет. Коллеги, у меня к вам вопрос. Вот я хочу понять. Вчерашний день начался с того, что у нас имеются, неудивительно, не первый раз и не только у нас, такие деструктивные события, дисциплинарного характера, я бы сказал. Я обратил на это внимание. Мы использовали для этого доклад вашей группы. И я обратился с предложениями. Группа, ну, то есть перестать теоретизировать, а группе предложить, предложил, вернее, группе обратить внимание на игру как на единственную реальность, в которой можно что-то сделать здесь. Здесь другой реальности нет. И те процессы, которые здесь идут, это тоже единственная реальность, в которой мы можем найти выход и найти решение проблем. Собственно, если сводить все к вот такой макро-проблеме, мне кажется, что мы решаем проблему развития. Вам так же кажется? Проблема развития, в том числе развития энергетики. Это вообще задача очень непростая. Это на самом деле проблема. Никто не знает решение. Я лично не знаю. Я единственное понимаю, что у нас есть надежда решить ее. Если только мы будем решать. Если не будем решать, точно не решим. И делаем разные ходы. Один из ходов – понять, каким образом мы можем решить проблему развития. Ее кадровый аспект. Необходимо совершенно. Как решать непонятно. В этом смысле, к кому претензии. И мне непонятно, и вам непонятно. Тут важно, конечно, правда. Спасибо за искренность вашего доклада. Потому что вы признаетесь в том, что есть дефициты. Есть дефициты, да, на самом деле. И это реальность. Зачем врать-то себе? Вот это очень хорошо. Ваш сегодняшний выход в этом отношении. Для нас, мне кажется, для всех такой шаг вперед. Надо начать с того, что мы фиксируем. Вот это мы имеем. Это правда. А что делать дальше, не очень понятно. Но. У меня было предложение какое. Как относиться к, скажем так, к нарушениям такого трудового распорядка на игре? Люди не ходят на работу в группе. Люди там приехали сюда за интересными напитками, например. Как к этому относиться? Я говорю, я вчера говорю, я не знаю, просто у меня вопрос. Давайте его обсудим. Мы приезжаем здесь чего делать? Нас послали в командировку, заплатили деньги. ЕСК, например, заплатила большие деньги за своих людей и не только за своих людей. Чтобы они тут чего делали? Как с этим быть-то? Мы в прошлый раз со Щербаковым разбирались с этим вопросом. Вопрос вообще непростой. Нет, самый простой вопрос – это административные воздействия. Это я понимаю. Но это же не моя прерогатива. Это пусть руководство ЕСК самой решает. Спросит с меня. Я вот читаюсь, как там игротехники скажут, как, что было, что называется. В прошлый раз там ходили, после этого фотографировали бутылки, разбитый балкон, разломанную кровать. У меня снимки с собой. То есть надо, я предъявлю, я сказал, снимки готов предъявить. И этот раз тоже устроим. Дальше пусть ущерб возмещает тоже ЕСК дополнительно к тем деньгам, которые заплачены. Но это не наш вопрос. Наш вопрос – как к этому относиться? Как к этому относиться? Здесь собрались люди, которые искренне хотят решать проблемы развития. Есть другие люди, которые совершенно в этом не заинтересованы. А как нам быть? Делать вид, что их нету? Или как? Вот я-то думал, что я сегодня услышал ответ на этот вопрос. У меня теперь вопрос. Ставила ли группа этот вопрос на обсуждение, в рабочий план? Ну, что касается вопроса, который вчера нам был задан в группе. Группа его вчера обсуждала. Обсуждала. Вчера только? Сегодня нет? Я договорю, Алексей Евгеньевич. Да, хорошо. Группа его вчера обсуждала в районе, ну, наверное, полутора часов. И пришла к определенным выводам. Может, не все члены группы к ней согласились, но выводы были сделаны, сформулированы. Но не были переложены в доклад и вчера были не доложены. И, ну, честно говоря, группа сегодня не возвращалась, потому что посчитала вчера свою работу законченной. Потому что, ну, вчера вроде как какое-то логическое завершение этой работы было. Группа почитала, что вчера эта ситуация была обсуждена и закрыта, и мы ее закрыли. Но работу эта группа вела, и мысли определенные, выводы по этой работе сделали. Понятно. Тогда, говорите, я подтверждаю, у меня есть запрос, и если работа сделана, можете ли вы сейчас ее предъявить? В форме доклада? Запрос я не снимаю. Я запрос вчера обнародовал, сегодня я ждал результатов. Вы говорите, вы работали. Вы можете сейчас предъявить результаты работы по поводу моего первого запроса? В форме доклада? В форме какого-то сообщения. Но вот у нас нет презентации. Не надо презентации, надо результат работы. Вы же работали, вы сказали, полтора часа. Да, ну, мы можем, давайте, может мы в конце обсуждения, или через какое-то время мы просто освежимся в памяти результаты. Пожалуйста, пожалуйста, если у вас просто есть чего сказать, потому что мне кажется, это важно. Да, мы можем. И второй момент, второй момент, я же понимаю, что это, скажем так, это такие мешающие моменты, с которыми надо разобраться, что делать. Вот я и предложил, давайте вместе разберемся, что, как нам к этому относиться, как нам улучшить свою работу. Мы же понимаем, что она не только в вашей группе, она во всех группах не очень хорошо организована. И нам надо выйти на более эффективный уровень. Мешают многие факторы, в том числе и этот. Второй вопрос у меня был. Если мы говорим, что нам нужны, скажем так, люди для развития, то как мы можем использовать игру, собравшись здесь людей, для решения этой проблемы? Я чувствую, что я, видимо, не четко ставил задачу, не очень может быть понятно, но дело в том, что я как раз тогда апеллировал к вашим тезисам, вашего доклада, да? Если вы говорите, мы, это те люди, которые как бы решают все, как мне показалось там, да? То тогда можете ли вы ответить, каким образом может быть обеспечено развитие, кадровое обеспечение развития, как его обеспечить? Как могут быть найдены люди для развития или подготовлены? Как решить проблему кадров для развития? Не знаю, опять же, работала ли группа на этой теме? Ну, вот конкретно в этом аспекте вопрос не обсуждался. А, тогда мне бы хотелось, я бы повторяю свое предложение, я предлагаю, вот опять же, обернуть на примере игры, на примере здесь находящихся людей, поискать ответ на этот вопрос. Принимается? Ну, я думаю, что группа готова будет разобрать этот вопрос. Хорошо, тогда два моих запроса остаются в силе. Во-первых, спасибо вам за доклад. В-третьих, я бы хотел сказать еще. Если мы говорим про проблему развития, а сегодня мы слушали, на мой взгляд, очень важные сообщения, их даже было очень много, их тяжело вообще-то всех сразу переварить, но так получилось. Но, тем не менее, мы понимаем, что у нас есть такие серьезные вызовы, а группа вышла с очень серьезным тезисом, я считаю, очень серьезным. России грозит распад. Почему? Потому что некому ее спасать. Так ведь? Ну, примерно это было сказано. Это очень сильное утверждение, на мой взгляд. Мне кажется, что это прогноз. Вот это на самом деле прогноз такой. Причем это прогноз не только ваш. То есть вы к нему, может быть, самостоятельно пришли, я расскажу случай, я постоянно его рассказываю, наверное. У меня один товарищ закончил физтех, работал здесь, в Уральском отделении Академии наук. Одним из первых здесь у нас в стране, в Советском Союзе, получил сверхпроводник, то есть он сварил его буквально, то есть человек продвинутый в этом отношении. Уехал в Штаты, ему здесь все надоело. И вот он оттуда пишет мне постоянно всякие письма, письма, материалы присылает, там, всякие интересные про нас. Я думаю, что ему там не живется, почему он все время возвращается. И читать эти тексты почему-то противно. Во-первых, потому что, может, там правда написана. А может, это там и неправда, а вот это подается так, что не хочется признаваться, что все так плохо. А тем не менее, он ссылочки все шлет, ну, может быть, посмеивается. А мне, честно говоря, не на смех, а я читаю их, читать это противно. А совершенно не смешно. Это послал, наконец, один материал. Тезис его главный был в том, что одни касаются тексты, там, верхушки наши, кто Сталина, кто Путина, кто еще там что-то, что, мол, вот так и так. А этот текст был убийственный. Тезис его был в том, что русские люди ни на что не способны. Не надо кивать ни наверх, ни на заграницу, никуда. Просто сами русские люди ни на что не способны. И в этом вся их проблема. А вот, я так понимаю, что вы сегодня сказали примерно то же самое. Пожалуйста. Можно встречный вопрос? Насколько мне известно, еще довольно давно психоаналитик Карл Гюстов Юнг описал феноним, то, что у человека есть предрасположенность не нести ответственность. Не об этом ли мы говорим и насколько компетентно мы можем рассуждать в данном кругу? Ну, у меня же не вопрос. Я говорю, мне кажется, что вы сейчас пришли к этому же невеселому выводу и прогнозу. Прогноз страшный, а это грозит распадом страны. На самом деле, страну мы потеряем. Да? В таком случае. В этом смысле, мне кажется, Юнг не работает. Надо просто разобраться. Это гарантированный результат или у нас шанс есть? Да? Хочется разобраться. Все-таки, может быть, шанс есть? Ведь в 1612 году все-таки шанс нашли в лице Казьмы Минина. И 4 ноября каждый день мы его вспоминаем с благодарностью. Так ведь? Что он спас страну. Потому что у него совесть была. Ему люди верили. Один человек спас. Хочется верить, что сегодня снова есть шанс у нас. Вернее, сегодня еще шанс остался у страны. Ну так, что не все так грустно. Но тогда его надо найти. Не просто же так. Что такое? Ну, наверное, кто-нибудь придет и спасет. Наверное, есть какой-нибудь Илья Муромец, где-то там дрыгнет на печи. Надо же понять, что это такое. Что такое этот шанс? И этот шанс же наверняка в человеке заключен. Но не само же по себе солнце пригреет, и у нас все станет хорошо. Не таким же образом произойдет спасение, если оно в принципе возможно. Потому что картина вот на первую, на вскидку, да, мы обречены. Вопрос возникает автоматом. Мы совсем обречены или все-таки шанс есть? Вот мне хотелось бы, чтобы мы с вами вместе, мы все, не только вы, конечно, мы все с вами вместе поискали этот шанс. В чем он? Мне кажется, в этом направлении нам надо двигаться. Все вместе. Принимается? Мало того, что принимается, нам кажется, что шанс есть, но мы предоставим уже информацию, переработанные уже выводы, и у нас есть очень большой плюс в группе, то, что с нами взаимодействует психолог по образованию. Я думаю, вместе мы найдем ответ и предоставим его. Кто взаимодействует? Психолог по образованию. А, хорошо. То есть вы привлекаете необходимые ресурсы для решения этой задачи. Междисциплинарность. Привлекаете всех нас, потому что на самом деле вот смысл все теряет, если ваш приговор считать окончательным. Мы обречены, да? Давайте попытаемся как-то поцарапаться и найти все-таки, есть ли какой-то шанс, если есть, то где он, в чем он, как он может быть реализован, как он может быть использован для нас, да? Тогда спасибо вам за этот доклад, который мы будем считать такой приговором с надеждой, что он не окончательный. Спасибо. Идем дальше. Группа потребления. Энергобезопасность потребления. Группа энергобезопасность потребления. Доклад представляют Тарасов Александр и Белоусов Александр. Будем говорить на тему прогнозов развития страны и региона, угроз и вызовов ближайшего и отдаленного периодов. В данный момент промышленность Свердловской области находится в прямой зависимости от внешнего рынка, в частности от цен на металл на лондонской бирже. Можно следующий слайд? Мировые долги превышают мировое богатство в 62 раза. И в капиталистическом мире назревает кризис, в частности в западных странах, это страны Европы и США, которые являются основным потребителем наших товаров, то есть металлургии, что составляет 50% от нашей промышленности. Также нельзя исключать геополитическую ситуацию в стране, в частности это экскалация конфликта с Ираном, который является одним из лидеров по добыче природного газа и нефти, что несомненно скажется на экономической ситуации в России. Также готовится плацдарм в Средней Азии, что может вовлечь Россию в войну, и тогда вопросы энергобезопасности нужно будет рассматривать в другом русле. Существует так называемый S-образный закон развития систем. Для более четкого понимания давайте рассмотрим его на примере чашки Петри. То есть имеется какая-то питательная среда, и в нее мы помещаем колонию бактерий. На первом этапе живой организм находится в стадии адаптации и не размножается. На втором этапе идет бурный рост популяции, и мы достигаем какого-то пикового значения, когда забираем все пространство. Однако питательные вещества рано или поздно кончаются, и колония приходит в упадок, начинает отмирать. Такая система справедлива не только для биологического мира, но и для технического прогресса. В частности, в истории человечества выделяют 6 этапов. Это изобретение текстильной машины, парового двигателя, электродвигателя, двигателя внутреннего сгорания, и далее микроэлектроники. В частности, в 70-х годах, при плановой экономике в СССР, мы развивались по линейному закону. И сегодня утром господин Медоуз говорил то, что в 70-е годы западный мир буквально признал, что Советский Союз выиграл в глобальной конкуренции. В 70-х годах в Европе наблюдался некий спад. Однако на самом деле они вкладывались в неокр и развивали микроэлектронику. Это позволило им сделать большой скачок вперед и обогнать Советский Союз, вследствие чего мы проиграли. Следующий слайд. Сейчас складывается похожая ситуация. Пришло время перехода на 6-й технологический уклад, который будет характеризоваться развитием биотехнологий, нанотехнологий, искусственного интеллекта, компактной и сверхэффективной энергетики, вложений в человека, появлением системы образования, нового уровня транспорта, робототехники, автоматизации. И по нашему мнению Европа уже делает шаг в этот 6-й технологический уклад и там появилось осознание того, что общество основной деятельностью в обществе должна быть генерация идей. То есть идеи гораздо дороже, чем собственно само производство. Также очень важно развивать инновации и получать новые знания. В первую очередь знания технические и развивать, как мы уже говорили, неокрым. Можно следующий слайд. Дальше такой прогноз мы предполагаем, который звучит так. Продукция промышленных предприятий Свердловской области и России в ближайшем будущем, вероятно, не будет востребована на мировом рынке. Как мы сказали, Европа проводит неокрым в области 6-го технологического уклада, а мы этим еще не занимаемся. Также вот эту ситуацию с положением продукции наших промышленных предприятий на мировом рынке усугубит вступление в ВТО, потому что рынок наполнится дешевой и качественной продукцией, которой продукция наших предприятий не сможет составить конкуренции. И специалисты в нашей группе также отметили, что на данном моменте развития не наблюдается тенденция развития робототехники и автоматизации Свердловской области. Можно следующий слайд? Стоит понимать, что основным потребителем электроэнергии является промышленность, это 50%, это металлургия, на население приходится всего лишь 8%. Если мы потеряем промышленность, мы потеряем основного потребителя электроэнергии и это приведет к кратному увеличению тарифов для населения, что в свою очередь может вызвать такую ситуацию, когда централизованная энергетика будет не востребована. При этом сохраняется такая ситуация, что потребители могут потреблять электроэнергию и не платить за нее. Вот все. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы группе. По первому слайду. Правильно я понял, что вы считаете высоковероятным развитие событий в виде мировых кризисов и как последствия выхода из них или как средств выхода из них такие крупные войны, как минимум. Да, история это неоднократно доказывает, в частности, Первая и Вторая мировая война. Еще один вопрос. Мне показалось, что вы сказали, что в Свердловской области развивается робототехника. Наоборот, не развивается. А не развивается. А на слайде там, по-моему, написано развивается. Возможно, опечатано. Не наблюдается. А, не наблюдается, да? Ага, Сегодня не. А раздела нет, это разделение. Сегодня не. Вопросы еще есть? Нет вопросов. Вопросы из чата. Сейчас я попробую понять, что там, что-то уже ушло. Какая основная эмуль с точки зрения позиции потребителей содержится в докладе? То, что нужно модернизировать производство, иначе мы отстанем, потеряем основного потребителя, и в итоге все будет очень печально. Хорошо, а в рамках дня прогноз для Свердловской области и для России? Основная промышленность сосредоточена в сфере металлургии, это 50%, и, следовательно, Свердловская область. Неутешительные прогнозы для нее. Такой конец. Понятно. Пожалуйста. Вопросы. Вопросы. Юлия, группа номер 7. Правильно я понимаю, что на примере Свердловской области неутешительным прогнозом для потребителя является сохранение возможности не платить за электроэнергию? Ну, не только это. Правильно я понимаю, что возможность не платить и получать электроэнергию это неутешительный прогноз. Это составная часть, нужно рассматривать все в комплексе. Да или нет? Еще раз, это не основная часть, так что нет. Правильно я понимаю. Правильно теперь я вас понимаю. Возможность получать электроэнергию на халяву для завода плохо. Да, это плохо. Спасибо. Пожалуйста. Микрофон надо говорить. Вопрос следующий. Вы выдвинули мысль, что предприятия будут переходить на автономную генерацию, альтернативную генерацию, как угодно можно назвать, и в честь этого вся недополученная прибыль от энергоснабжающих компаний, генерирующих компаний будет получаться за счет потребителя путем увеличения тарифов в определенное количество раз. Но потребители, на мой взгляд, имея в виду население, население – самая неплатежеспособная часть и с них особой выручки ты не поимеешь. Можно повысить тарифы в 10 раз, платить никто не будет. Мы лишь сказали, что логично, что будет кратное увеличение тарифов. Конечно, население – это всего лишь 8%, и возместить убытки не получится. Поэтому энергетика полностью будет уничтожена. То есть это ваш прогноз, что полностью будет уничтожена энергетика? Если все произойдет так, как может сложиться, то да. Спасибо. Суждение есть? Пожалуйста. Суждение в интернете, да? Группа лукавит или занимает позицию манипуляцией потребительским мнением. Это, да? Мне не очень понятно, что имею в виду. Мне тоже не очень понятно. Это могут повысить только авторы. А, вон уже вывешено, да? Так, Тони, зачитайте тогда, что там еще есть. Больше ничего. Оппонент сдулся. Да. Что-то оппонент как-то слабо оппонирует. Без аргументов. Пишет. У нас не место для дискуссии, это суждение. Ну, просто суждение-то оно необоснованное. Вот в чем дело. Хорошо. Но он готов к дискуссии. Да. Можем обсудить это в кулуарах. Зачем в кулуарах? Здесь будем обсуждать. Что я услышал в докладе группы? Что есть тенденция, которая в принципе может быть прогнозируема. Это смена технологических укладов. В мире. При этом, при развороте внимания на Свердловскую область, на наши регионы, на Россию в целом, насколько я понимаю, группа не нашла, скажем, признаков того, что Россия успешно, сегодня, успешно участвовать вот в этом движении или в этой гонке технологий. Или гонке смены технологических укладов. И в этом есть главная опасность для России. Я понял так, что старые потребители в силу своей неконкурентоспособности исчерзнут с карты. Такие потребители, промышленные потребители энергоресурсов исчезнут с карты области, поскольку они не будут конкурентоспособны, поскольку они создаются новые, их тоже не возникнет. Значит, на пустом поле, соответственно, вместе с этим загнется и энергетика, никому не нужная. В этом был у нас прогноз, да? Понятно? Вообще вполне понятный прогноз, серьезный прогноз. При этом, если, Алексей, если есть аргументация против этого, то просьба ее высказать. Может быть, на самом деле, они лукавят, может, на самом деле, все не так, может, робототехника развивается, и мы идем по укладам быстрее всех, как это было и во времена Советского Союза. Вот к этому апелляции или к чему? Непонятна критика. Поэтому хотелось бы, чтобы основания от того, что группа лукавит, были предъявлены. А, вот он говорит, что он готов к дискуссии. Сейчас, видимо, мы его увидим. Ждем, Алексей. Алексей, выступайте голосом. Конечно, голосом. Можно присесть, а то стоять как-то непонятно? А можно сюда сесть? Да, возьмите еще стульчик. Потому что вдруг дискуссия сейчас у нас разобьется. Есть, скажем, момент управления потребителя. Вот, то есть, к сожалению, ну, Господь на нашей стороне. Поэтому я как раз искренность стояла под сомнение, а не обоснованность. Так вот, мне кажется, как раз в вопросе Юлии Комцевой уже это прозвучало, такое некое сомнение. Не совсем, как бы, интересы представляете, потому что, насколько мне Юлия спрашивала, я не могу фактологию подвести, действительно, ну, можно разбираться, в арах, привести, как бы, не знаю, там, содержательные какие-то утверждения и так далее. Порой потребителя, по большому счету, удобнее пользоваться тем, что, так говоря, предлагается на рынке. То есть, там, ну, я не знаю, более дешевые товары и зарубежные, и европейские, это самое, более качественное, вот, и, значит, риски, как бы, не с точки зрения выявляете. Вот я про что. Поэтому, про лукавство, вы позицию занимаете не потребителей, как я услышал, а, грубо говоря, кого-то другого. Поэтому, наверное, пока привусь. Кто-нибудь что-нибудь расслышал? Можно повторить, озвучить внятно, потому что звук был плохой, к сожалению. Участник был не готов к дискуссии технически. А кто может озвучить? Что прозвучало? А, пожалуйста, Юль, для тех, для слабослышащих. Я поняла Алексея так. Что, исходя из доклада группы, складывается впечатление, что группа не занимает позицию потребителя. Потому что зачастую потребителю обыкновенному в обыденной жизни гораздо проще купить дешевый товар, даже заграничный, если он хороший по качеству. Можно ответить? Это, наверное, суждение? Нет, наверное, нужно ответить. Мне кажется, что вы понимаете под потребителем обычным? Потому что 50%… Не надо Юле этот вопрос задавать. Потому что 50% это все-таки промышленность. И промышленности, я не знаю, зачем ей закупать товар, она должна ее производить. группа понимала под потребителем, потребители энергоресурсов, то есть промышленность Свердловской области. Там были еще и бытовые потребители, они про них другое говорили. Это, возможно, было не четко, не внятно заявлено, и поэтому было воспринято таким образом. А тогда получается, что Алексей не понял группу, ну и вопрос на понимание, почему тоже не решил не задавать, а группа говорила про другое. Тогда и критика мимо кассы. Есть еще суждения? Нет. Ну смотрите, коллеги, у нас получается второй такой неприятный прогноз, но тем не менее его никто не собирается опровергать. Ну не получается опровергнуть, да? Поспорить не получается. Вот тот случай, к сожалению, не получился. То есть это не была оппозиция, это было про другое. Ситуация такая, непростая получается. Я, кстати, хотел бы, чтобы и первый доклад, и второй текстуально были, этот тезис были развернуты, что, собственно, утверждается. Ведь я понимаю, что утверждаются некие прогнозные риски. Прогнозные риски, которые вытекают из наблюдаемой ситуации у нас и в окружающем нас мире. И это серьезные очень утверждения, ну просто очень серьезные. Вот, поэтому непонятно, как дальше, конечно, с этим работать. Но сейчас вопрос не в этом. Сейчас вопрос о достоверности этого прогноза. Насколько убедила вас группа в том, что этот прогноз, вот этого риска распада страны, риска технологического отставания, насколько они кажутся вам убедительными? Или это вот такая случайно, надо просто переждать немножко, ближе к лету потеплеет и все будет хорошо? Пожалуйста, Андрей. Мне кажется, вот Алексей, когда тоже про это говорил, есть некоторое такое ощущение, что, может быть, оно исходит из отсутствия некоторых цифр. То есть нет уверенности в опоре, что группа на что-то вот такое существенно опирается по этой причине. Но вот то, что про шестой технологический уклад упомянуто, это есть некоторые основания. Значит, действительно, мы... Без цифр ясно. Без цифр понятно. В этом пункте, в остальных, может быть, пунктах менее понятно, в этом пункте как раз понятно. Но, значит, при всем при этом, что еще можно было бы потребителям акцентировать? Значит, все-таки Сверхозская область достаточно разносторонняя область. И хотя и есть гиганты энергетического потребления, но вот и они, конечно, вносят существенный вклад в бюджет области в силу своей экспортоориентированности. Но есть еще предприятия, про которые, если не ошибаюсь, ваша же группа упоминала, которые называют инновационными в действительном смысле. То есть есть сейчас развитие биотехнологий в области медицины и все такого. Они не являются гигантами в энергопотреблении, но имеют существенный выход в финансовом плане. И как-то вот, если посмотреть, есть ли таковая тенденция в общем смысле? Вроде как печатается про такие предприятия, но насколько вот это действенно в отношении? Можно ли это заметить как тенденцию? Вот это у вас не прозвучало, и как-то вот есть такое подозрение, рассматривалось ли это вообще? Можно ответить? Сейчас подожди. Вообще это вопрос к экономистам, какую долю составляет металлургия и какую долю составляет инновационные предприятия, в частности, вы сказали, биология. Я думаю, это лучше адресовать группе по экономике. Мне все же кажется, что основную выручку регион получает из металлургии, как раз они из биологии и других отраслей. Ну тогда вот ответ, а зачем апеллировать? Нет, это как раз группа экономика и есть. Вот я услышал... Мы сказали, что мы не в курсе по поводу биологии и прочих отраслей. Ну вы же в курсе последней этой фразы. Я понимаю так, что фармкластер, который где-то тут на Уральске, вроде бы что-то начинает и бурно развивается, тем не менее, он никогда, наверное, не создав столько рабочих мест, сколько создает сегодня металлургическая отрасль и машиностроение, наверное, никогда не создаст такую, соответственно, и долю, и такой объем валово-реагионального продукта, чтобы обеспечить тот же бюджет области. И в этом смысле, скорее всего, не приходится надеяться на него, как на некую новую экономическую платформу, что ли, да, отрасли, которая будет вытягивающей нас отраслью. Я как-то присутствовал в дискуссии бывшего министра экономики Северной области Михаила Максимова по поводу вообще возможных точек роста. Мы тогда предлагали, после игры приехав, превратить торф в ресурс развития. Ну, понятно, что это был фантазийный доклад, мы не видели сами аргументов, что это уже реально происходит. Мы говорили, что если подумать, может быть, здесь что-то зарыто. Он говорит, ну да, понятно, надо только считать тогда и предъявлять основания более отчетливые. Рядом с нами было несколько выступлений, он все их обнулил, можно сказать. Не потому, что хотел обнулить, ему говорят, а вот у нас есть программисты. На самом деле есть программисты. Он говорит, да, но у нас, говорит, по-моему, три тысячи программистов работают в специальных компаниях, соотверных, ну может 30. А он говорит, а надо, вот если бы мы сравнялись с Бангалором, индийским как раз как бы центром программирования, который поставляет свои продукты на мировой рынок, нужно не менее трехсот тысяч программистов. То есть тоже получается, что если брать количественно, это просто я ссылаюсь, тоже сам я в этом ничего не понимаю, но услышал, что количество вот эти самые по себе, они не способны занять ключевую роль, сыграть в новом, как бы новой волне развития экономики Свердловской области. И я пока и не услышал ничего, чтобы могло, скажем так, прийти на смену сегодняшним драйверам, тем, кто сегодня тянет экономику. По поводу их будущности большие сомнения. Вот получается разрыв. И не исключено, что сегодня, конечно, нам трудно привести какие-то количественные данные, но хотя бы на качественном уровне, называя, вот называя, скажем, фармкластер, я думаю, мы должны брать это тоже на вооружение, как признак того, что на самом деле в Свердловской области что-то передовое делается. У нас иннопром даже проводится, там даже роботов показывают школьники. И можно сказать, что Свердловская область занимается роботами, но как бы тут не перейти грань такого, скажем так, серьезного утверждения и иллюзии в то, что это так, или самообмана. Вот это вот сложно очень. Непонятно, как это можно здесь сделать у нас на игре, но понятно, что на уровне очевидно, есть цифры. Вот это производство робототехники, вот это и так далее. Количественно известно, равно нулю. Вот мне кажется, группа перечислила как раз нули. Совершенно точное количество. Нету этого признаков даже. Про фармкластер такого не скажешь. После нуля надо ставить запятую и еще чего-то, чтобы посмотреть, сколько там ВРП доли он сегодня занимает. И может даже там поднимется над нулем. Но все равно не делающие погоды пока и в перспективе похожи кластеры. А что же делать? Да, пожалуйста. Значит, про фармкластер. Значит, я не буду жестко утверждать, но натыкался на такие цифры, что экспортная величина вот этих технологий занимает третье место после металлургии. Так как бы, между прочим. Вы забываете про рабочие места. Нет, нет. В металлургии. Рабочие места – это отдельно, но все равно надо это считать. Давайте посмотрим на самом деле. Давайте посмотрим. Там очень быстрая динамика, но мне кажется, что все это где-то где-то там на далеких местах. Если третье, это уже серьезно. А по рабочим местам это отдельный аргумент. Давайте посчитаем. Группа потребителей. Группа потребителей. Давайте посмотрим статистику и структуру ВРП. Структуру ВРП. Давайте посмотрим завтра. Да. Где там что-то есть, в том числе фармпластик. Еще есть суждения? Нету. Спасибо. Идем дальше. Группа экологические аспекты энергобезопасности. Здравствуйте. Шульмин Дмитрий. Группа номер 6. Экологические аспекты энергобезопасности. Сегодняшний доклад это наш вариант, наша попытка спрогнозировать будущее нашей планеты и в частности Свердловской области, потому как мы более или менее обладаем данными по Свердловской области, но пока не обладаем данными по всей планете, поэтому мы все же отталкивались от региона. Можно следующий слайд? Вот наша цель показать изменения качества жизни человека при различных сценариях развития региональной энергетики. За механизм оценки этого качества жизни мы брали тот самый механизм, который был представлен вчера на нашем докладе, как некая интегральная величина, состоящая из трех неотъемлемых элементов. Экономическая составляющая качества жизни, природная составляющая и социальная или социокультурная сторона. Как мы вчера сказали, каждая из них обязательно должна присутствовать в жизни человека, чтобы обеспечивать ее качество этой жизни, приемлемое вообще для существования человека, как и живого существа, и живого, социального, и экономического субъекта. Можно следующий слайд? В каком направлении двигаться и в каком направлении прогнозировать? Ответ на этот вопрос нам подсказала сегодняшняя утренняя экспертная сессия, где было замечательное выступление, лекция Дениса Медоуза. Он привел два сценария будущего. Первый вариант это вариант устойчивого роста. Второй вариант вариант кризиса. Очень много данных на сегодня, подтверждающих то, что мы движемся именно по второму кризисному варианту, по варианту ведущему наше человечество к катастрофе. Мы попытались, исходя из тех данных, что имеем, попытались просчитать, какой же вариант у нас идет сейчас и есть ли у нас возможность сейчас изменить его и сдвинуть его в другую сторону, в сторону катастрофы. Можно следующий слайд? Вчера мы анализировали и попытались разобрать программу развития энергетики Свердловской области до 2022 года. В этой программе достаточно четкий список мер, он вполне конкретный, он более конкретен на 5 лет, чуть менее конкретен на 10 лет, но он есть. Мы не смогли вчера составить какой-то обобщающий анализ этой программы, но мы пытались сделать это сегодня. И как мы ее видим, эту программу? У Дениса Медоуза было два варианта поведения, два варианта принятия решений. Первый вариант, это тот вариант, когда мы принимаем решение на краткосрочную перспективу, стремясь получить результат как можно быстрее и как можно больше. Второй вариант, когда мы получаем меньше результат и в долгом, в долгом прогнозе, на дальнюю перспективу мы выходим в плюс. Мы, проанализировав программу Церковской области, пришли к выводу, что это первый вариант. Это программа, позволяющая решать краткосрочные задачи на перспективу 10 лет. Там нет прогнозов, нет мер, направленных на более широкое действие по времени. Программа состоит, одна из основных ее составляющих, это повышение объема мощностей нашей региональной энергетики и в программе, в ее целях очень четко прописано, что это увеличение мощностей должно стать залогом промышленного роста области, залогом бесперебойного питания промышленных предприятий и обеспечения безаварийности, бесперебойности снабжения энергии населения. Что мы можем из этого вывести? Первая сторона экономика, экономическая составляющая качества жизни человека. Экономическая составляющая обеспечивается. Мы поддерживаем методом роста мощностей, мы поддерживаем экономику, поддерживаем рост регионального продукта, поддерживаем по сути покупательную способность населения работников занятых в этой области. Это да. Вторая составляющая социальная сторона. В программе развития энергетики естественно не затрагиваются вопросы развития социальной сферы. Это нормально. Но там есть очень важный пункт, важность обеспечить бесперебойную и беспрерывное снабжение населения. Это важный фактор. И мы посчитали, что он у нас может быть выражен этой красной линией, то есть ноль, по сути, нет прироста, социальных факторов, качества жизни нет, и падение. Мы сохраняем стабильность. Это, наверное, важно, и, наверное, методами энергетики улучшать это существенно мы пока не можем. И, наконец, третья составляющая. Природная сторона качества жизни человека. Или, собственно, то, что обычно банально понимают под экологией. Наша обеспеченность природными естественными ресурсами. Что мы видим? В программе есть меры, действительно есть меры, направленные или заявленные, как направленные на поддержку экологии, поддержку природной составляющей. Вчера мы попытались их разобрать и пришли к выводу, что они, во-первых, довольно спорные и незавершенные, и, во-вторых, поддержание нашего природного потенциала, природного богатства не ставится целью и не декларируется как цель программы развития энергетики. Поэтому мы констатируем, что природная составляющая качества жизни будет страдать, и будет страдать и дальше подвергаться ущербу. Итак, мы получаем сумму. Сумму из трех векторов мы получаем вектор качества жизни. Он идет в рост, действительно. Его структура не будет меняться, но его, скажем так, количественная составляющая будет увеличиваться определенным образом, она пойдет в плюс. Но что мы видим дальше? А если мы двинемся дальше и попытаемся прогнозировать, а что же будет у нас после 2022 года? Денис Медоуз отвечает на это довольно конкретно и понятно. У нас идет рост населения, у нас идет исчерпание природных богатств, у нас идет постепенный кризис, нарастающий кризис в экономике, кризис материальных благ. Можно следующий слайд? Вот эти самые факторы, которые я сказал сейчас, они перечислены вверху. Рост населения, исчерпание ресурсной базы, разрушение окружающей среды. Эти три вектора, катастрофические вектора, ведут к следующим последствиям. Снижение промышленного производства на душу населения, в общем, в мире, мы сейчас говорим. Снижение беспеченности продовольствия, что все это, также это приводит к миграциям населения, а это прямое воздействие на нашу социокультурную сферу. Это приток мигрантов из бедных стран к нам в регион, из бедных регионов, из бедных стран. Это разрастание межконфессиональной, межкультурной, межнациональной розни. Это прямой ущерб социальной составляющей качества жизни. И третье, угроза конфликтов. Что мы имеем после 2022 года? Пожалуй, следующий слайд. А вот что мы имеем. Вот эта вторая часть, первую часть я уже приводил. Она была за два слайда до этого. К ней мы добавляем теперь вторую, наш прогноз. Из-за процессов в социальной сфере происходит снижение, пока очень маленькое, некатастрофическое снижение социальной сферы. Непринятие мер по экологической, по сохранению нашего природного богатства, нашего природного капитала, мы имеем продолжающееся снижение природной составляющей. И мы имеем пик по экономической составляющей, материальных, по обладанию нашими материальными благами. Почему этот пик происходит? По очень простой причине. Рост населения, снижение ресурсов, удорожание этих ресурсов на единицу. Мы получаем пик, который… Мы получаем некоторый рост после этого и в конце приходим к пику, после которого следует катастрофа, как по Деннису Медорозу. То есть, ну, фактически мы руководствовались и его соображениями здесь, попытаясь разобрать их через наш механизм. И мы выходим в сумме к существенному снижению качества жизни, суммарному, даже ниже, чем мы имеем сейчас на отметке 2012. И это и есть катастрофический сценарий. Что же делать? Что мы готовы сделать сейчас, чтобы избежать этого? Придется чем-то жертвовать. Нельзя сделать что-то, не получив результаты, не пожертвовав чем-то. Можно следующий слайд? А мы предлагаем, ну, мы не предлагаем, а мы попытаемся представить, что есть альтернатива, что сейчас мы тот большой капитал, капитал инвестиционный, финансовый, денежный, какой-то капитал власти, который мы сейчас имеем, чтобы принимать решения, мы направляем не на экономический рост, не на поддержание его и не на строительство новых мощностей, разгон экономики, а мы вкладываем его, делаем эту экономическую часть меньше по сравнению с тем сценарием, что был с первым сценарием, но вкладываем эти деньги в развитие природосберегающих технологий, в развитие альтернативной энергетики и в развитие энергоэффективных технологий в промышленности. И все, что мы обычно понимаем под тем, что под экологическими технологиями, экологиями природосбережения, технологиями, что мы получаем? Мы получаем меньший экономический эффект, который выливается в меньший прирост экономической и материальной составляющей качества жизни. Это естественно. Это наша плата за то, что мы хотим изменить будущее. Но мы принимаем меры, которые, возможно, пойдут к закрытию каких-то предприятий, к сокращению грязных технологий. И мы сейчас снижаем, попытаемся вот уже в этой программе заложить снижение нагрузки на природу, на природную составляющую. Это то, что мы видим вот на втором графике, меньше вот этот отрезок. Что мы получаем на выходе к 2022 году? Это как бы альтернатива принятой или принимаемой сейчас программе развития энергетики. Мы получаем снижение качества жизни к 2022 году по сравнению с тем, что мы могли бы получить, работая на экономику по полной катушке, по полной программе. Мы хотим ли мы этого? Мы этого не хотим. Конечно, зачем нам снижение качества жизни? Зачем нам это? Это жертва, на которую мы должны пойти. Но что мы получим после 2022 года при таком сценарии? Можно следующий слайд? А мы получим то, что Денис Медоуз называет устойчивым ростом. Мы сразу предупреждаем, что это наша фантазия, наше видение идеального варианта событий. Мы не говорим, что это возможно даже сейчас. Это будет видно в результате большой работы. После 2022 года принятые сегодня меры по снижению нагрузки на природу приводят к тому, что у нас получается сохранить какую-то ее часть от разрушения, сохранить этот природный капитал. Этот базис, который мы наработаем за эти годы по альтернативной энергетике, по ресурсов, для играющих технологий, позволит сгладить глобальный кризис в экономике, предсказанный Медоузом. Во-первых, за счет чего? За счет повышения ресурса независимости территории и страны. И за счет многих других факторов. В том числе и сглаживания социальных отношений в какой-то мере. За счет разрыва между богатыми и бедными. Потому что мы знаем, что распределение ресурсов в обществе неравномерно. И что мы получаем? Мы получаем в далекой перспективе за счет сохранения природного потенциала и небольшого остаточного роста в экономике мы получаем очень медленный, очень маленький, но итоговый прирост качества жизни. Вот это наша цель, которая должна быть нами поставлена. И это наша заветная мечта. Можно следующий слайд? Какие… Да, вот как раз таки сравнение. То, что может быть было не очевидно у нас из тех слайдов. Вот мы наложили друг на друга два варианта событий. По оси Y у нас качество жизни, по оси за это время. И мы видим катастрофический вариант. Вариант устойчивого роста за счет пожертвований в экономике, в материальном, в тех материальных благах, которые мы можем обладать сейчас. И мы когда-нибудь, наступит такая точка, когда эти два графика пересекутся, и мы выйдем в плюс, и мы сможем продолжить движение и дальше. Движение к улучшению качества жизни человечества в будущем. Следующий слайд можно? Это выводы. Первое. В наших силах сейчас выбрать наш сценарий будущего. И качество этой жизни, качество, к которому мы в итоге пойдем, качество нашей жизни, будет зависеть от того, насколько быстро мы примем эти решения, позволяющие нам изменить это будущее. Тут есть очень важный момент. Мы не успели включить последний график в нашу презентацию. Буквально нам не хватило 5 минут. Я попытаюсь его накидать очень быстро. Вот это наш природный капитал. Третья составляющая. Это время, которое мы пускаем. Природный капитал от точки 2012 постоянно снижается. Принимая решение сейчас, мы получим выравнивание через 10, 20, 30 лет и выход его в стазис сохранения этого природного богатства на каком-то уровне. Принимая решение через 10 лет, мы получим вот такой уровень сохраненных наших природных богатств. И это, как и в этом, кажется, заключается смысл второго вывода. Качество нашей будущей жизни зависит от скорости и принятия правильных решений. Спасибо за внимание. Вопросы? Вопрос Булычев Владислава представился уже по поводу прямой корреляции, которую вы делаете между исчерпанием природных ресурсов, тех, которыми мы располагаем сейчас, и неизбежным снижением уровня жизни. Кто-то из знаменитых писателей-фантастов 19 века, не помню точно кто, делал прогноз, что к середине 20 века Лондон перестанет существовать, потому что утонет в конском, извините, навозе. Он не предполагал возможное существование автомобилей, электрического транспорта, самолетов и так далее. И предполагалось, что точно так же ресурсы будут использоваться те же самые, которые использовались в его жизни. И за счет этого уровень жизни, соответственно, резко упадет. А вы не рассматривали такую возможность, что возможен переход на какие-то альтернативные ресурсы, о которых мы сейчас даже не подозреваем? Ну, первое, что в голову приходит бурное развитие атомной энергетики. Атомным топливом мы, слава богу, до какого-то там, 2300 года, насколько я помню, обеспеченный или сотовый. Мы рассматриваем разные варианты на самом деле. И этот самый писатель, он понятия не имел о том, какой уровень технологий и какой вообще у нас будет, какова будет наша жизнь сейчас. Так же и мы не можем предполагать. Но те данные, которыми мы обладаем, они не дают нам оптимистических сценариев, к сожалению, как бы этого не хотелось. Пожалуйста, еще вопрос. Вопрос есть еще? Да, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что группа на этом заканчивает свою работу и уезжает с чувством выполненного долга домой? Нет, мы будем дальше работать. У нас еще много планов. Значит, правильно ли я понимаю, что группа не занималась прогнозом, а занималась вымышленными сценариями? В вымышленные сценарии – это и есть прогноз. Все прогнозы, они вымышленные. Пардон, что-то не о том. Любой прогноз – это результат умственной деятельности, поэтому он вымышленный. Можно вопрос, да? Александр Адлемих, группа потребителей. Я правильно понял, что в качестве ключевой вещи, которую вы предлагаете сделать, это, условно, сбережение природы, как главный вектор, в сторону которого следует, по вашему мнению, сдвинуть, например, и программу, и в целом деятельности. Я правильно понял, что именно сбережение природы? Нет, главная цель – это сбережение качества жизни, а одной из трех составляющих, которые являются сбережением природы. То есть мы предлагаем инвестировать в технологии, которые помогут в конечном итоге сдвинуть все три направления, все три параметра вверх. И такими технологиями мы считаем вот это альтернативные энергетические источники и ресурсы сбережения, энергосбережения и многое другое еще. О чем еще предстоит поговорить в следующие дни. Ну вот еще раз. И вот главный механизм для, собственно, для повышения качества жизни, вы считаете, именно направление возобновляемых источников и, собственно, условно, сбережение природы как основное именно то, что нужно делать. Я правильно понимаю? Ну не совсем. Не только сбережение природы. На самом деле мы предлагаем сейчас сделать вклад в очень долгий инвестиционный проект и вклад в пожертвовать, возможно, материальными благами какими-то сейчас, чтобы они приносили нам эти проценты, на которые мы будем жить в следующие века, может быть, даже. Спасибо. Еще вопрос. Раз уж заговорили о альтернативной энергетике, на ваш взгляд, на территории Свердловской области, какие возобновляемые источники энергии являются наиболее прибыльными, выгодными, экономически эффективными и так далее? Конкретно. Мы пока не считали, не можем это встретить. Просто это вопрос уже в конкретных цифрах. Микрофон сюда передайте. Плотников Дмитрий, группа информационные и организационные аспекты. В общем, вопрос касается того, принципиально вы прогнозируете увеличение объемов генерации или все-таки снизить объемы генерации энергии за счет экономии ресурсов? Или все-таки генерация останется на прежнем уровне за счет того, что вы ведете альтернативные источники? По объемам генерации мы предлагаем нам создавать ровно такие объемы генерации, которые нам нужны на данном этапе без каких-то гигантских запасов. А по качеству этой генерации, за счет чего она делается, это вопрос перехода к энергосберегающим и альтернативным источникам энергии. То есть вы как бы предлагаете отойти от традиционных? Мы предлагаем отойти от цены очень больших излишних запасов генерации, возможно, не от этих мощностей. Спасибо. Суждение? Да, пожалуйста, тогда можно садиться. Суждение. Вот, Кратаева Ольга, группа сети. Не уверена, что все участники группы держат вот то, что сейчас докладывал докладчик. Вот очень уверена. И второе суждение, то есть хотелось бы, чтобы это был результат работы группы, а не одного инициативного человека. А второе суждение по поводу вот сегодня день прогнозов, да, группа экология. Вот я лично, может быть, я не права, но я надеялась услышать прогноз, что будет с нашей, с энергетикой Свердловской области в случае, если ситуация не продолжит меняться, да. То есть если Деминовская ТЭС, то все будет строиться на угле, будет строиться в национальных парках. И вот много таких примеров, когда экология, она как бы под угрозой, что ли, экология региона. А вот по этим выводам, я думаю, что группа занималась чем угодно, но только не прогнозом. Вот так как-то. Ну, я считаю, что нужно пояснить. Вот вопрос конкретно, да, вы сказали, Деминовская ТЭС. Это вопрос отдельного пункта из огромной программы развития. А мы пытались ее охватить в целом. Вот и все. Пожалуйста, суждение еще. Ну, суждение тоже все-таки, то, что группа перепутала прогноз с мечтами и форсайтами, это явно прозвучало у докладчика, по крайней мере, не знаю, как у остальной группы. Прогнозы все-таки делаются на основании существующей ситуации и тенденций выявленных. И продолжаются тенденции, получается прогнозы. Вообще-то это как бы так понимается. Мыслительная деятельность, это, конечно, хорошо, но мечты – это мыслительная деятельность. Но какое оно отношение имеет к прогнозам? Суждение тоже. Ну вот, значит, я считаю, что то, что группа хотя бы в словах перешла к рассмотрению, собственно, качества жизни, это, я считаю, уже шаг вперед. И это, я считаю, хорошо. Что касается того, что я услышал сегодня, то, в общем, я признаюсь, рекомендовал бы группе начать рассматривать, скажем, такой вопрос, сбережение человеков. Сбережение человеков. Потому что вот я пока увидел из доклада сбережение природы пока что. И мне кажется, в общем, пока группа, ну как бы, не продвинулась в направлении сбережения человеков. А мне кажется, что именно это надо обсуждать. Именно это. Это есть главный вопрос, который, ну, может, скажем, затронуть тех, кто здесь сидит. Потому что пока что, ну, вот, я слышу про вот эту самую зеленую энергетику, какой-то там возобновляемую энергетику. Меня это не трогает, признаюсь. Не трогает. Я понимаю, что это, наверное, кому-то это важно. Кто-то хотел бы делать здесь какие-нибудь ветряки и так далее. Ну вот. А с другой стороны, я, например, знаю, что есть сложная ситуация. Сложная ситуация. Что, например, если мы, скажем, ничего не будем делать, ничего не будем делать, то может возникнуть сложности. Например, есть недалеко такой город Озерск. Озерск. А там, собственно, есть еще такая река Теча вблизи него. А там, значит, еще есть такой ядерный комбинат, и там была авария, очень серьезная авария, связанная с тем, что атомные отходы в этой самой реке Теча, они вот как-то немножко туда вылились. Так вот так уж получилось. И есть там небольшая проблема, что, скажем, вот эти вот каскад гидросооружений, которые там есть, есть, чтобы вот эти вот отходы как бы не выливались дальше. Есть вот этот гидрокаскад, и есть некоторая проблема, что как сделать так, чтобы этот каскад мог существовать, например, лет 200? Лет 200. Так, чтобы, вот, дескать, его техническое состояние бы могло удержать вот это вот заражение. А если этого не будет, то это все, собственно, вылится. И, в общем, там… Я думаю, вопрос, как обеспечить его техническое состояние, это уж точно не вопрос вообще сбережения человеков и тому подобного. Это технический вопрос, в первую очередь. Я к тому, что если бы, например, обсуждалось бы в докладе, что как сделать так, чтобы, например, вот эта ситуация не вышла бы из-под контроля, например. Можно такую пометку? Вопрос, как сделать? Это все-таки не сегодняшнего дня тема, к сожалению. Ну, да, но вот я скажу, еще раз, ваши прогнозы меня пока, ну, как бы не испугали. Я вот смотрю, ну, в общем-то, качество жизни, откуда взялось, что вот это качество жизни снизу, я не понял. Если бы мне рассказали, например, про маяк, я бы как-то, ну, немножко бы вздрогнул. Это важный самый момент, Мир Саш, да, что прогнозы не испугали. Не испугали совершенно. То есть, возможно, группа-то что-то имела в виду и наработала, но, возможно, может, она не донесла это в качестве тех прогнозов, которые показывают серьезные риски, которые заставили бы нас всех задуматься, да? Может, тогда группе в этом смысле пересмотреть доклад, как надо выносить свои результаты? Пожалуйста. Ли Комцева Юлия, группа номер 7, кадровые аспекты. После первого вашего вывода, что в ваших силах выработать сценарий будущего, большая просьба, приходите к нам, помогите нам. Стараемся. Если будет время. Спасибо. Спасибо. Да, на самом деле, тема экологии, экологического осознания и мировоззрения очень сложная. Мы сегодня поняли это на первых двух докладах. Их даже сложно было слушать в силу их непривычности, в том числе. Когда слышишь впервые и начинаешь тут же оперировать этими категориями, это было бы даже странно, если бы мы сейчас легко с этим справились. Поэтому, мне кажется, у группы очень сложная задача. И надо обратить внимание на то, что, да, наверное, надо продолжить работу, довести до какого-то более-менее четко очерченного, но это еще мало, еще и надо убедительного прогноза развития событий. Убедительно, что это вполне вероятное или даже высоко вероятное развитие событий. Мне кажется, тоже этого не хватает в докладе. И не надо спешить уже сразу с выводами. Здесь, понятно, при защите можно говорить, но, мне кажется, вы сами поторопились перейти уже, скажем, к выводам и к выходам. А еще мы не увидели, скажем, что страшного нас ждет впереди. Я бы предлагал тоже эту часть доработать, додумать, может быть, чтобы мы могли как-то от этого тоже отталкиваться, как это возможно. Может, даже сегодняшнего негатива, а просто мы не оцениваем, не ощущаем это в полной мере. Ведь когда сегодня, например, мы заходим на место отдыха, мы видим в этом месте помойку. При этом, ну, может, одна помойка, но в другом месте тоже помойка, и в третьем помойка, и в четвертом, и везде помойка уже. И это один из аспектов. Второе, мы точно видим, нам не надо никого, нигде в газетах читать, мы сами реально видим это дело. И на этих примерах, мне кажется, мы можем говорить о своем, в том числе, экологическом сознании, например, о своем экологическом мышлении, о том, есть ли какие-то ростки, есть ли тут, как там, фармкластер, например, хотя у нас в какой-то промышленности есть, хоть, может, на него какая-то надежда, а здесь есть что-то, да? Вот есть люди, маленькая группа людей, очень маленькая группа людей, которая там бьет во все колокола, буквально в общественных началах, ее никто не слышит. Это же сегодня было сказано. Это ведь, ну, тоже видим признак ситуации, и это тоже имеет место к работе вашей группы. Мне кажется, тут надо продолжить работу с этой тематикой. Хоть и очень сложно, что делать, продолжить надо. Спасибо. Продолжим. Так, группа кадров сказала, что у них вот добавление к докладу готово, и они готовы его озвучить. Пожалуйста. Я заранее прошу, за то, что презентация, может, не очень подробная, накидывали ее быстро, чтобы хотя бы было можно наглядно смотреть еще и на экран, не воспринимать только на слух. Начну с того, какие ситуации мы разобрали в ходе поступившего вчера заказа рассмотреть проблемы дисциплины, наверное, и того, что вообще происходит на игре. Мы озвучили две проблемы, две ситуации. Это переход из одной группы в другую без разрешения организаторов и случившееся в первую ночь пьянство и во второе, соответственно, утром опоздание сотрудников или неприход сотрудников на мероприятия, которые происходили в рамках игры. В ходе, после долгого обсуждения мы попытались систематизировать причины, что могло быть причиной, почему люди так поступили. Одной из причин – это банальное неуважение людей к коллегам. То есть люди вас ждали, но вы не пришли. группа не начинала, возможно, без вас. Ну и более, наверное, яркий пример – это то, что после пленарки по совету руководителей кто-то из коллег после первого дня пошел спать. Время было 11 часов. Но это не помешало остальным коллегам до двух часов ночи развлекать их пением под пианино. Вторая причина – это отношение к правилам как к чему-то необязательному. То есть да, правила есть, но, возможно, они необязательны и вообще их может не соблюдать. При этом под правилами я имею в виду не только правила написать заявление при переходе из группы в группу. Правил у нас много. Правила или нормы, которые мы, наверное, должны соблюдать. И это начинается с малого. К примеру, за последние два дня очень мало кто из групп выдержал норму, что на презентацию дается 5-7 минут. Слушать 20-минутные презентации, конечно, вы много хотите сказать, но людям вечером это может быть тяжело. Это раз. И во-вторых, вы задерживаете саму пленарку растягивать. Вы оставляете мало времени для обсуждения, для аналитики. Мы ни разу не смогли провести рефлексию в конце вечером и относили ее все время на утро. Даже правила отношения к нормам при всем умножении к поведению детей, но в первый вечер, в первую пленарку было очень тяжело слушать, особенно доклад, который был через интернет, потому что было достаточно шумно. И вот я сидел конкретно в левом секторе, я вот не слышал половину доклада. Третья причина – это безответственное поведение. Во многом это касается и того, что часть из участников игры это все-таки люди, которые командированы сюда предприятием. Командированы – это значит, вы находитесь на работе и предприятие отправляет вас на работу сюда. Как вы думаете, как бы отнеслось предприятие, если бы вы в ночь напились и утром бы не вышли на свою работу? Или как вы относитесь к тому, что группа изначально, наверное, создается для чего-то в размере… в размере восьми людей, а не трех и не четырех, которые потом вынуждены в связи с вашим неприходом участвовать в обсуждении. Четвертая причина – это низкая мотивация. Низкая или отсутствие, или мотивация не на то, но мы пришли к выводу, что далеко не все вообще имеют мотивацию для чего-то здесь находиться. И мотивацию точнее работать и участвовать в игре, а не отдохнуть, подождать, пока закончится при нарко, выпить пиво, поспать подольше, покушать. Ну и пятая причина – это отсутствие информации о требованиях и последствиях. На самом деле, может быть, с нашей стороны, по нашему мнению, стоило как-то более жестко обозначить, а что будет, если я не приду? А что будет, если я не напишу заявление? Потому что как таково, возможно, это стоило как-то озвучить, потому что, ну вот не написал конкретно, там у нас один из членов группы заявление, и что? Что от этого изменилось? Даже я, вот у меня была точно такая ситуация, я не хотел работать в своей группе, у меня было интересно, я не хотел, я пошел в другую группу, мне озвучили, что надо вернуться в свою. У меня это вызвало протест. Протест, потому что мне неинтересно, я посчитал, что группа другая, но ладно, смирился, но я скажу там, на первые полтора часа моей работы это сказалось. Внутренне я переживал протест. Почему мне не позволяет работать в группе, в которой мне интересно? Почему мне даже не озвучили, почему я должен работать именно в этой группе, а не в группе, которая мне интересна? Как определялось, в какой группе я буду? К чему приводит, привели подобные действия? Ну, как я уже говорил, отсутствие в группе, это значит, что вы не выполняете свой личный функционал на игре. То есть вас ждут в обсуждении, но вы не хотите его делать. Мешали другим, ну это с точки зрения поведения, пения ночью, вот люди не выспались. Соответственно, их потенциал к работе на следующее утро был гораздо хуже, гораздо ниже. Разбор ситуации лично у нас забрал ресурсы. Я откровенно могу сказать, что в прошлой презентации, в прошлому докладу мы планировали и хотели подготовиться лучше. Но вот полтора часа мы разбирали эту ситуацию, в результате потом разбирали, как этот доклад вложить в тот первый доклад, потому что доклад должен был один быть. Потом мы поняли, что мы можем сделать два доклада, быстро-быстро кидали первый доклад, не успели накидать второй, и первый получился полуфабрикат. Вы потратили наш ресурс. Я считаю, что достаточно серьезно, и группа могла заняться более полезными вещами. На наш взгляд. Ужесточение правил. Вы поймите, что то, что, например, произошла пьянка, это приведет к тому, что, ну, закроют бар, ну, запретят бывать, людям приходить с алкоголем. Есть люди, которые позволили себе выпить и нормально пришли на утро. То есть они расслабились, выпили бокал пива и ушли спать. Почему они потом в дальнейшем должны страдать из-за того, что вы не можете остановиться на бокале пива? Ну, и последствия… Что-то нарушение правил руководства у меня не очень… А, все, вспомнил. К чему я это хотел сказать. Я к тому, что и руководство, и в том числе игротехники, это все-таки личный пример. Должны подавать личный пример. Вопрос к тем же презентациям. Игротехники в группе. Почему вы не ограничиваете свои группы в объеме информации, которую они должны подавать? Почему вы не можете им сказать? Ребята, это большая презентация, люди устанут вас слушать. Или ребята, давайте все-таки качественно относиться к подаче материала. Или почему мы не можем заставить работать в пленарке, да? То есть выполнять регламент. Если у нас по регламенту на доклад есть 5-7 минут, но ограничьте, скажите, 7 минут прошло, все, ребят, не успели. Я был на многих конференциях, зачастую так ограничивают. И это привычает людей к порядку. Ну и следующий слайд, пожалуйста. Самый сложный вопрос, как к этому относиться. Самый простой организации, самый маленький организационный вывод, все-таки на наш взгляд нормы надо определять изначально. Изначально определять и на установочной сессии их проговаривать. Возможно, проговорим мы на установочной секции, что написание заявлений является обязательным и к работе человек-группе не допускается. Такого бы не было. Приход на сессию является обязательным и пьяных людей мы будем просто силком выгонять отсюда из санатория. Он является, ну, люди бы так и не напились. С точки зрения подбора кадров я начну… Здесь этого нету, я еще добавил это уже чуть позже. С точки зрения отбора кадров. Все-таки у нас сложилось впечатление, что далеко не все сюда приехали добровольно и вообще понимали, зачем они сюда приехали. То есть кто-то приехал отдохнуть, кто-то приехал поиграть. Ну, кто-то у каждого свои цели. Но я помню, что год назад отбор к игре был гораздо жестче. Я помню, как люди писали эссе, как их смотрели, с ними разговаривали. Я помню установочную лекцию за несколько недель до игры. И, ну, вот лично у меня тогда сложилось, я сам не поехал, но у меня сложилось впечатление, что игра это серьезно и сюда не надо приезжать отдыхать. Вот почему-то у меня создается впечатление, что у многих не сложилось. И, может быть, тогда и не надо, может действительно ограничить. Да пусть будет 20 человек, но эти 20 человек будут активно работать. И, может, делают больше, чем если нас будет 80 человек, но 50% этих людей будет уменьшать 50% других оставшихся участников работы. Ну, и главный вопрос, вызван он был тем, что, ну, тем, как может повлиять сами участники на это. Наверное, это вывод. Ну, не надо быть равнодушным. Вчера вопрос был озвучен Алексеем Евгеньевичем. Ну, да, мы группа, которой этот заказ не выполнили. Нам нечего было сказать. Но вот кроме одного участника игры никто же отношения к этому не высказал. Было все равно? Может быть, стоит реагировать? Реагировать не только на, ну, не только на какое-то вызывающее поведение людей. Я вот откровенно могу признать, в группах, я вот считаю, что мы в группе недостаточно реагировали на пассивное поведение коллег. Если у вас сидит в группе, сидят участники, они молчат день, два. Может быть, стоит что-то поменять в работе группы. Может, как-то их привлечь. Ну, для чего-то же они нужны. А не реагировать на то, что коллега не работает, ну, получится не очень хороший результат. Либо не реагировать на то, что коллега не согласен с вашим докладом. У тебя другая точка зрения. Да сиди, молчи. У нас тут 30 человек более инициативных. Они сидят, делают доклад, а все остальные потом послушают, что они скажут. Вот, в общем, мнение группы, как мы оценили эту ситуацию. Наверное, будет хорошо нам всем об этом задуматься. Спасибо. Спасибо. Я понимаю так, что теперь группа предлагает всем нам об этом подумать, да? Группа предлагает все-таки всем сформулировать свое отношение к этому, а не пропустить это мимо ушей и продолжать работать, как ни в чем не бывало. Спасибо. Но теперь смотрите, теперь получается такая развилка. Мы должны это сделать как? Прямо сейчас или когда-нибудь, не решая сейчас ничего? Или сейчас решить, когда реагировать? Мы можем устроить, вы можете предложить форму, форму, скажем так, выстраивания отношений по этой теме? Я могу. Пожалуйста. Я считаю, что демократия, особенно в коллективах, ну с какими-то конечными целями, она до добра не доводит. Поэтому я бы, мое мнение, что руководство должно все-таки сформулировать позицию по отношению к этим вопросам, довести ее для всех. И те, кто с ней не согласны, я предлагаю, что все-таки тогда людям и не участвовать в игре. То есть любая позиция руководства, любое решение должны быть приняты, да? Я считаю, да. Понятно, спасибо. Секундочку, может быть, есть вопросы? Вопросы есть? Хорошо, я прошу еще не уходить. А есть ли сейчас готовые суждения? У меня вопрос ко всем. Теперь вот спасибо группе. На самом деле, вот я считаю, что сейчас мы получили такой грамотный, культурный, правильный ход. Ход группы. Ход группы. Правильный вот этим докладом, потому что группа ответила на вызов, но теперь получается как бы алаверды, да? Теперь мы должны как-то на это реагировать. Лично я, например, да? Потому что ко мне тут, в общем-то, адресовано было что-то хотя бы. Игротехники, все остальные участники. И вопрос, как это должно, в какой форме это должно быть реализовано нами. Он пока повешен, как бы висит без ответа. И теперь можно сказать спасибо и больше к этой теме не возвращаться. Это правильно? Все намотали на ус, все нормально. На самом деле так бывает. Смотрите, я сегодня получил после вчерашнего разговора пять заявлений. То есть все правила взяты, приняты. Это реальность. Вот она, вот пятая. И в этом смысле можно и не возвращаться к этому вопросу. Может быть и так. Или как. Тем не менее. Я бы хотел услышать все-таки мнение, если такие и есть сегодня. Можно суждение добавить? Суждение касается не только вот разбора этой ситуации. Мое суждение на самом деле касается всех докладов. Не хватает действительно обратной связи. Вот я сижу слушаю, понимаю, что вот если на доклад никакого обратной связи суждения не дано, доклад никому не интересен. Соответственно у группы дальше теряется, задается вопрос. А мы для кого это все делали? Если вы не задали вопрос. Вот то, что вчера наш доклад был слабенький, но вызвал как минимум много реакций, пусть и негативный, но он вызвал, он задел и мы получили обратную связь. И это дало нам пищу для размышлений сегодня. Поэтому я считаю, что на каждый все-таки доклад, на каждый день должна быть обратная связь, должна быть суждение. Нельзя это просто забывать, промолчать и все. Тогда вопрос зачем. Спасибо. Итак, что-то есть, да? Есть две руки. Пожалуйста, ваше мнение. Нет, ну вообще тут вопросы-то непростые. Вот по тому моменту, что какой длительности все-таки должны быть доклады. И среди игротехников и тоже нет однозначного мнения по этому поводу. И есть регламент, о котором все договариваются. И можно задать по этому поводу самим себе некоторые вопросы. Когда мы занимаемся докладами, это донесение смыслов. Вы только что сказали, что нужно же, чтобы была реакция на доклад. Если сжать доклад, группа не в состоянии отразить тот смысл, который она хотела донести, и смысл туда не уложится, если оборвать, тоже не будет реакции. Тоже ведь плохо. То есть вроде мы все боремся за то, чтобы у нас осмысленное было движение день за днем. И сами же эти смыслы зарубим на корню, регламентом. Это тоже ведь будет отрицательный результат. То есть вроде бы как бы это тоже делать нельзя. Поэтому вот нет этого однозначного мнения. Все время как бы вот колебание идет. Так или эдак, так или эдак. Вот и нету готовых ответов. Часто такие ситуации бывают, когда готового решения нет. А решения вырабатываются из ситуации. И однозначно, что мое мнение такое, что руководитель игры все время смотрит, как бы представляет доклад ценность, то есть стоит ли как бы задерживаться на нем или нет. Да у него тяжелая работа в этом смысле, как бы определить вот одномоментно, насколько стоит вот этот момент, значит, продолжить, а кого-то как бы вот осуждение как бы и дальше следующее. Тут уже группе тоже надо понимать, что если не стали высказывать ни суждений, значит, нет ни вопросов, ну значит, такой доклад. Это и есть обратная связь. Отсутствие обратной связи это тоже обратная связь. Спасибо. Еще одно мнение было, да, Андрей? Ну, во-первых, вопрос есть от Натальи. Прошу спросить выступающего о цели доклада. Ну, я думаю, что те, кто пропустил просто начало, они уж не должны претендовать на уточнение. Мы все понимаем цель доклада. Андрей, я тогда зачитаю отсюда уже еще две вещи. Во-первых, написано «Зачет игротехнику группы». Алексей написал. Еле, спасибо. И второе. Гость написал «Я, к счастью, бывал на игре, игротехник АЕ, видимо, я. И прекрасно знаю, как ведут себя некоторые игротехники». Это, видимо, тоже я. Ну, это к вопросу о том, что виноват во всем игротехнике. Он предыдущую фразу чуть выше написал. А, вот может быть. Может быть. Это да. Да. Пожалуйста, Андрей. Вот у меня, Андрей, обсуждение есть по поводу того, как реагировать на ситуацию, на вчерашнее затягивание пленума, на разбор одного доклада полтора часа. Мне кажется, что лучшим действием и лучшим результатом является физический результат. Заметили, что вот, во-первых, появились заявки, заявления. Во-вторых, сегодня в 9 утра была 90-процентная явка людей. И мне кажется, это является лучшим результатом, чем поговорить и собрать мнение. А, спасибо. Есть еще какие-то, да? Пожалуйста. Коротко. Вот меня самому как бы, вот эта, как сказать, констатация группы наличия равнодушия, да, вот задела. Не надо действительно быть. Я вот не буду точно. Так, спасибо. Я хотел бы еще что сказать. На самом деле, вот эти вещи, типа безответственность, безкультурии, низкая мотивация, это и прочие сказанные вещи, на самом деле, это очень важные фиксации, реальные. И в том числе, если мы будем обсуждать, вообще, как нам выбираться, как нам развиваться, как в стране, эти вопросы, они глобальные, они громадные, на них надо по большому счету отвечать. Но и здесь на игре. С одной стороны, вот ни я, ни мои товарищи, я знаю, просто уважаю каждого из них, никогда не пытались там уходить за спину, сваливать ответственность на игроков. А, игроки плохие попались. Я тут ни при чем. Мы знаем, мы ночами обсуждаем свой игротехнический брак. Другое дело, мы же не боги, мы такие же люди, как и вы, и иногда менее, скажем, осредственные. Смотрите, но ситуация какая? Игротехник организует работы группы. И подавляющее большинство людей, они стараются понять, что он от них требует, и встроиться, создать из себя работоспособную машину. Но есть, скажем так, хулиганы. И понятно, что есть задачка игротехнику переиграть хулигана, или хулиган переиграет игротехника. А бывают же талантливые хулиганы, без сомнения. Они, как правило, талантливые. И можно отвлечь свой ресурс на то, чтобы переиграть хулигана. Это надо. Можно, конечно, поиграть в эти игры. Я вот к этому. И мне это кажется, что в этом смысле нам надо вместе, самим вместе понимать, мы должны ли мы, участники игры, перекладывать на игротехника всю полноту ответственности. Я, конечно, должен спросить. А если мы вместе хотим работать, но что-то или кто-то нам мешает, это только ли... Ну, как он справится? Посмотрим. А собладает или нет эта хрупкая девушка с этим десантником, разбушевавшимся. Собладала, кстати. Я просто к тому, что, на мой взгляд, здесь, вот здесь, вот на этих мероприятиях, граница между руководителями, игротехниками и участниками очень условная. Вообще, мы такие же, как и вы. На самом деле, мы формально несем ответственность. Вот если человек уехал, с ним что-то случилось, а я вообще не знаю, где он, вот эта бумажка мне очень нужна. Ну, скажем, задницу прикрыть. На самом деле, не мне, а всему этому событию, оно может стать последним, в случае чего. То есть, мы должны быть, ну, скажем, обеспечивать безопасность этого мероприятия, своей репутации. Это надо делать, поэтому мы это будем делать все равно. Эти бумажки, не пустые бумажки. У нас есть учет. А кто-то неучтенный уехал, это уже будем разбираться на чьей ответственности. Вот, как бы, поясняю. Но все же не учтешь, а если мы хотим получить максимальный результат, то мне кажется, что тут надо взять участникам, брать всегда на себя какую-то часть ответственности и понимать, что здесь надо просто впрягаться и понимать, помогать игротехнику. Он даже не знает, что делать, он растерялся просто, элементарно растерялся. И может быть, надо встать, врезать в чайник, что называется, все и разводить ситуацию. Игротехник бы не справился, а тут простая, крепкая мужская рука навела порядок. Я не знаю, как это... Это на самом деле, я с Андреем согласен, ситуативно часто бывают эти вещи, но вот на самом деле мы все некое единое целое, которое может что-то сделать. И если мы этим таким станем, мы сделаем. Если не станем, то не сделаем. Продолжай. На самом деле под не быть равнодушным участником мы имели в виду в том числе не только расшевеливать людей, но и не давать группе уходить туда, куда не нужно, в какие-то дебри. И когда мы, просто возвращаясь к предыдущему докладу, говорили, что а есть ли истинное желание у группы работать над этой темой, в том числе был вопрос, если никто в группе до сих пор не сделал ничего, чтобы группа вышла на результат, может мы действительно не хочем, может мы равнодушны к этому результату. Поэтому равнодушие здесь. Тут не надо все сваливать на игротехника и надеяться, что игротехник выведет куда надо. Вывести вы себя сможете только сами. Игротехник может что-то помочь, что-то подсказать, но не решить за вас вопрос. Совершенно верно. Мне кажется, у вас очень перспективная проблема поставлена, это проблема мотивации. Она вот не на одну игру, наверное, но хотелось бы, чтобы она в этом отношении мысль наша коллективная по поводу проблемы мотивации, нашей общей, была продолжена. Желаю успеха. Спасибо. Ресурсные аспекты энергобезопасности. Пайруша Морсель, группа ресурсов. Значит, тема дня прогноза, развитие страны и региона, динамика обеспечения ресурсами, угрозы и вызовы ближайшего и отдаленного периода. Исходя из представленных сегодня докладов, утром и днем, все очень перепугались, то что, ну и группа сформулировала следующие вызовы, которые, ну акцентировались, то есть там экологическая катастрофа, то есть нехватка ресурсов будет, там, ну и выходящие из этого, то есть то, что высокий уровень социальных недовольств, то есть, ну вот как бы, ну как можно сказать, ну не банальные вещи, но очевидные факты. Вот. Ну мы рассматривали, конечно, исходя из, ну со стороны ресурсов, то есть как бы ресурсообеспеченностью и можно следующий слайд. Вот. И как бы, ну в ходе анализа мы, ну посмотрели, то есть как на сегодняшний день обстоят дела, ну как обстоят, обстоят дела, в общем, у разных стран с ресурсообеспеченностью. Ну как мы видим, здесь темно-зеленым ну указано, что вот Россия, Соединенные Штаты, ну как бы мы сравниваем в основном, ну высоко обеспечены всеми видами природных ресурсов. То есть, ну остальные там, ну как бы большими природными, ну большинством природных ресурсов и обеспечены крупными запасами одного или нескольких ресурсов. То есть остальные как бы, ну не так обеспечены, можно сказать. Ну также хотелось сказать, что ресурсообеспеченность, то есть это соотношение между добычей и потреблением. То есть сколько добывается, сколько потребляется. Можно следующий слайд? И в ходе анализа мы пришли, проанализировали и вот эти данные, то есть каменного угля России, то есть синим это запасы наши, желтым добыча и зеленым ресурсообеспеченность. То есть России каменного угля в перспективе хватает на 808 лет, то есть обеспеченный. Можно следующий слайд? Природный газ, Россия занимает первое место по запасам газа, то есть по добыче, соответственно, и ресурсообеспеченность у нее газом составляет 87 лет. Можно следующий? Основным ресурсом то, что мы рассматривали еще, ну как бы нефть, то есть запасы нефти при таком же потреблении, то есть и при росте, но составит по, ну составляет 22 года всего, то есть по нефти у нас, ну не очень можно сказать. Можно следующий слайд? Обстоят дела. И вот согласно прогнозам динамикообеспеченностью газом, согласно сценарию, то есть у нас к 2030 году есть два прогноза, то есть оптимистический и пессимистический. Оптимистический состоит в том, что поставки газа будут в том же объеме к 2030 году, то есть обеспеченность газом у нас, ну никак не отразится на нас, то есть и пессимистический, что к 2030 году как бы добыча северных районов Тюменской области упадет в полтора раза. Можно следующий слайд? Вот. Значит, и группа выявила следующие угрозы ближайшего и отдаленного периода. То есть по мере повышения ценности ресурсов и ее истощения, то есть в недрах земли усиливается, понятно, внимание других государств к ресурсам России, то есть как бы как основному источнику ресурсов. Вот. И стремление контроля нашими ресурсами России, ну и вплоть до экспансии. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в России не будут разрабатываться, пока не грянет гром, можно сказать. То есть пока есть альтернатива газа и угля, как бы не выгодно, не то что не выгодно, а ну вот даже по… вот пример привели, что в Украине к 30-му году доля произведенной из возобновляемых источников энергии может достичь в энергобалансе 15 процентов, а в России всего 1,6 процентов. Ну конечно же основными угрозами ближайшего, ну отдаленного конечно периода является то, что ресурсы конечны, природного газа нам хватает на 87 лет, а как бы запас угля, вот например в Казахстане примерно на 500 лет. То есть и угрозой тоже является, что новые технологии использования ресурсов не будут развиваться, пока не будет ну реального толчка, то есть пока не будет угрозы именно ну срыва поставок, ну то есть при истощении какого-то вида, одного из видов ресурсов. Можно следующий слайд? Мы сделали на самом деле такие выводы, что в ближайшей перспективе, то есть оптимистично выглядит обстановка по ресурсообеспеченности именно в России, то есть для Свердловской области угроз как таковых не выявлено, но в отдаленной перспективе эти угрозы конечно же будут с истощением ресурсов. И вывод такой, что необходимо уже сейчас существенно увеличивать долю использования альтернативных источников энергии. То есть вот все. Спасибо за внимание. Как у вас первый вывод связан со вторым? Они по-моему друг друга исключают. Нет, это они друг друга не исключают в том плане, что это можно сказать краткосрочный вывод первый. То есть в краткосрочном перспективе эти угрозы считаются только рисками. А уже в отдаленной перспективе у нас истощаются конечно… Тогда слова уже сейчас вы наверное поспешно написали. Почему уже сейчас-то? Да, наверное. Да. Спасибо. Вот это ошибочка конечно. Есть еще вопросы? Пожалуйста. А нет, можно поспорить, можно поспорить как бы с этим обсуждением. То есть я хотел бы сказать, что… Давайте не спорить. Мне кажется ваши выводы два друг другу противоречат. Все. Это мне так кажется. Так вы донесли. Беспокоиться не о чем, поэтому надо беспокоиться. Срочно. Что он можно… Поддержку от вывода. Поддержку от вывода. Нет, а зачем? Извиняюсь. Значит, мы почему пришли по второму выводу, это было целенаправленное решение группы. Во всем мире доля использования альтернативных источников она существенно больше, чем в нашей стране. Хотя, как мы показали, в принципе у них тоже ресурсы пока еще есть и перспектива довольно отдаленная. Люди нарабатывают технологии, люди нарабатывают опыт, люди прорабатывают проектные решения и использования. Мы этим пока занимаемся мало. У нас есть время, демпфер, запас. Мы его пока не используем, так как мы предлагаем по второму выводу. Спасибо. Я так все равно и не понял, зачем уже сейчас, когда у нас надолго всего много. Я не понял. И вы знаете, мне кажется, потому ничего не происходит, потому что ваш вывод не убедителен. Второй вывод. Первый вывод правильный. У нас всего много и надолго. Поэтому второй вывод как-то противоречит этому. Оснований вы не предъявили все равно. Мне так кажется. Нужен опыт. Не то, что вот у нас закончилось и мы раз и ввели. То есть нужен постепенный подход к этому. А, опытный образец нужен? Нет, не опытный образец, а именно использование, эксплуатация, то есть производство, конечно. Непонятно, зачем. Ну, обезопасить себя в будущем. Одним ветряком? Нет. Почему? Поставить море ветряков? Ничего не понятно. Ни в том, ни в другом случае не понятно. Неубедительно. Я вот что хочу сказать. Неубедительно. То есть, опять же, не напугали. Почему надо срываться с места и там ветряки ставить или что-то там еще. Ну, вот это в совокупности. Пожалуйста. Ну, если группа хочет вступить в полемику, действительно перенести на завтрашний день, в принципе, можно экономически обосновать недейственность вашего второго тезиса. У меня вот такое еще, хотя это будет суждение. Илья, пожалуйста. Суждение. Давайте суждение. Суждение? Вопрос. Вот вопрос. Давайте вопрос еще зададим и пойдем к суждениям. Хорошо. Во-первых, хотел сказать, что доклад, личное мнение очень понравился. На мой взгляд, наиболее… Это не вопрос. Это просто некий комплимент группе. Наиболее структурированно, хорошо уложились во время и так далее. Хорошая работа. Касательно вопроса и небольшая рекомендация. Если вы приводите табличные данные, давайте ссылку. Откуда вот эти данные? Что в России запас нефти на 22 года? Откуда данные? Вместо вопроса похвала и рекомендации. Хорошо. Вопрос вообще такой. Откуда взят пессимистичный прогноз по снижению добычи газа в России? Почему снизится? Пессимистичный прогноз на самом деле того, что объем добываемого газа в северных районах Тюменской области, он, конечно же, исчерпывается. Прокомментирую. Это сценарный план развития «Газпрома», который находится в стадии проработки в правительстве Российской Федерации. Я с ним знаком, и цифры взяты из него. Спасибо. Достойный ответ, точный. Пожалуйста. Илья Новиков, группа экономики. Вот я тоже что-то не очень сначала понимал, как вот эти два вывода связаны. Потом у меня такая мысль появилась, что, значит, раз у нас есть угроза экспансии, да, из-за того, что у нас много ресурсов, может быть, нам тогда нужно уже сейчас существенно увеличить эту долю, научиться их использовать, чтобы потом резко остановить это производство, быстро докачать все остальные ресурсы, чтобы как бы к нам никто не пришел их забирать. И потом дальше снова на альтернативную работать. Ничего не понятно, но ладно. Очень скороговоркой. Нет суждений больше? Хорошо. У меня еще одно вот какое суждение. Мне кажется, что группе имело бы смысл рассмотреть такую проблему. Проблему невостребованности в перспективе российских энергоресурсов. Проблему для России. Понятно, о чем говорю? Да, да, да. Я думаю, что это ненадуманная версия, потому что, если смотреть в свете сегодняшних наших прогнозов, в том числе одного из вариантов развития событий, это серьезного и глубокого и долговременного спада мировой экономики, когда резко снижается все, включая потребление ресурсов. А, кажется, ресурсов достаточно и без нас будет многих. Это один из моментов. Просто как бы естественный, условно естественный ход развития событий. Но вы, наверное, знаете, что произошло 15 сентября 1985 года. Ну, некоторые, наверное, не знают, да? А, потому что об этом заговорили как-то позже, где-то Гайдар сказал уже где-то в районе двухтысячных годов, причем сказал в своей книге и сказал, мне кажется, несколько странно, ничего-то не досказал, что 15 сентября 1985 года Саудовская Аравия резко выбросила на рынок большое количество нефти и обрушила цены на нефть. При этом непонятно, вроде бы, да, зачем, значит, фирме, торгующей алмазами, обесценивать алмазы? Зачем фирме, стране, продающей нефть, снижать цены на нефть? Ну, сказали там, что якобы они испугались вдруг после Афганистана советской своих на них напас. Кто-то им на ухо нашептал такое. Они вот выбросили эту нефть, цены снизились, вернее, рухнули, и после этого Советский Союз не смог свести концы с концами. Расходы с доходами, о которых как раз сегодня тоже говорилось. И это послужило в том числе одним ИСО, может быть, главной причиной обрушения нашей экономики, а потом развала Советского Союза. Вот не знаю, Хазин иногда на эту тему, по-моему, тоже прохаживается, но ничего не сказал. Понятно, что это не рыночное такое естественное событие, а это явный умысел, явный ход в глобальной игре. Этот ход разрушил Советский Союз. Вопрос возникает, а возможно ли второй такой ход? Повторение такого хода. У меня он возникает. Поэтому мне кажется, что группе было бы неплохо рассмотреть и такой вариант развития событий еще раз в какой-то не очень отдаленной перспективе. Спасибо. Можно я скажу еще то, что… Что вы обсуждали это? Нет, это… Да, мы обсуждали, конечно, в ходе обсуждения затрагивается очень много сфер, которые взаимосвязаны. И мы непосредственно рассматривали ресурсообеспеченностью. То есть, если, допустим, даже уменьшится доля поставок Европу газа, то у нас газа больше останется. То есть, у нас ресурсами мы обеспечены. Мы хотели… Будем их намазывать на хлеб. Ну, генерировать энергию нам хватит. Ну, я понял, как вы рассматривали. То есть, вы считали, что это все нормально. Это не страшный сценарий для вас? Нет. Хотя он погубил уже нашу страну однажды. Но вы считаете, что это не самый страшный сценарий, и вообще о нем можно не говорить. Газа будет больше, нефти… В прошлый раз у нас тоже нефти стало больше. У нас перестали ее покупать. Нефти стало больше. Как бы мы меньше стали продавать. Ура! Ура! Мы стали меньше продавать. Но Советский Союз от этого сдох. Я вас не понял. Ну, это не надо было, наверное, обсуждать. Я понял, что вы решили, что это не стоит рассматривать. Хотя я ее рассматриваю. Я-то думал, вы не рассматривали. Идем дальше. Группа «Энергописпасность генерации». Спасибо. Группа «Энергописпасность генерации». Тема дня – прогнозы развития, угрозы и вызовы. Тема доклада – прогнозы развития генерации, угрозы и вызовы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Цель нашего доклада, цель нашей работы была обозначена наиболее вероятностный прогноз развития генерации в регионе, угрозы и вызовы в ближайшей отдаленной перспективе. Можно следующий слайд. Группа «Энергописпасность генерации генерации энергетики Сырловской области» Мы выявили наиболее значимые угрозы и вызовы в краткосрочной перспективе на 3-5 лет. Первое – это отсутствие ввода новых мощностей при прекращении государственной поддержки отрасли. Например, если вдруг закончится программа ДПМ, то навряд ли кто-то будет вводить какие-то новые мощности. Когда закончится, да. Также мы определили такую угрозу, как высокая аварийность оборудования вследствие изношенности мощностей и снижение резервов генерирующих мощностей. Также вследствие отсутствия новых вводов… В более долгосрочной перспективе мы определили следующие возможные угрозы. Это избыток энергомощностей, снижение энергопотребления из-за сворачивания промышленных производств, потеря технологического суверенитета. Это мы имели здесь в виду тот факт, что если поставки импортного оборудования, то у нас сформируется большая зависимость от этого. И, соответственно, мы не сможем в должной мере развивать наше собственное оборудование. Также увеличение сдержек генерации вследствие изменения внешних факторов, например, ужесточение экологических норм. Здесь, например, установка простого какого-то очистного сооружения на котел влечет в собой очень большие инвестиции, соответственно, возрастает нагрузка на производство электроэнергии, на стоимость электроэнергии. Следующий слайд. Расскажу непосредственно про прогноз. Прогноз мы сформировали с точки зрения структуры генерирующих массностей в Свердловской области. Тут, конечно, проценты не написаны, но я озвучу. Гидроэнергетике мы отдали 2%, но написано, что к 2030 году. То есть примерно 15-20 лет горизонт прогнозирования. Гидроэнергетика 2%. Прочие источники это ВИЭ. То есть ветроэнергия, солнечная энергия. Другие вряд ли, наверное, сюда можно отнести. Нетрадиционные. Тоже 2%. Атомная энергетика ограничивается. ТБС 20 с небольшим процентом. Традиционные тепловые станции. Природный газ, в том числе ПГУ, около 40. И уголь, остатки 35 где-то процентов. Тут можно спросить, почему так мало гидроэнергетики отводится. Ну, потому что потенциал-то имеется в области гидро. Но реализация таких проектов, она очень сомнительна. То есть, ну, все-таки небольшая доля возможна. Вот в достаточно отдаленной перспективе. Ну, по возобновляемым так же. То есть, небольшая совершенно доля. Потому что, ну, в Свердловской области это тоже достаточно сложно сделать. Вывести на эту долю, на высокий, так сказать. То есть, получить высокую долю выработки энергии на возобновляемых источниках. Так, ну и далее. Следующий слайд, можно? Наша группа пришла к следующему выводу, что, учитывая угрозы будущего, структура генерирующих мощностей со временем будет корректироваться в сторону оптимизации. Будет также наблюдаться тенденция повышения энергобезопасности региона. Спасибо. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы есть? Вот, хороший критерий позвучал однажды, не напугали. Так вот, сейчас как вы, как вы на этот счет? Удалось напугать или нет? У нас не было цели напугать. Не было цели напугать. Понятно. Плохо. Смотрите, вспомним вчерашний доклад группы. У группы было много всяких высказываний. Я прицепился к одному, мне кажется, очень важному, хорошо, ну, удачно найденному моменту. Это возрастающие закупки импортного оборудования. Не кажется ли вам, сказал я, что здесь вообще-то формулировка стоит более обобщающая и более серьезная? Утрата технологического суверенитета. Группа сказала, да, мы принимаем в такой формулировке. И это, мне кажется, такой прирост, скажем, качественной постановки проблемы. И это было уже вчера. Сегодня это переписано. Мне кажется, что группе следовало сосредоточиться на этой очень непростой фиксации. А что это значит? А какие угрозы несет в себе утрата технологического суверенитета? И не распыляться на дополнительные какие-то моменты. Если, конечно, они вам кажутся значимыми, пожалуйста. Мне-то только один кажется значимым и очень интересным. А что же будет, если... Ну и подумаешь, у нас не производится мобильников. И чего, и ничего. Вот один этот финский, другой корейский, и все нормально. Какая же тут... В чем же... Что тут страшного-то? Ничего страшного нету. И, может быть, тут тоже ничего страшного нету. Да? Угроза. Мы говорим слово «угроза». Так вот, довести бы до угрозы вот эту вот тему утрату технологического суверенитета. Где и в чем она страшна, и где и в чем она не страшна. Например, да? Чтобы дальше предпонимать усилия умственные о том, думая о том, как отвести эту угрозу, если она совершенно нежелательная. Вот с этим хотелось бы, конечно, разобраться. Вот этот повтор в этом отношении меня смущает. То есть фиксация-то верная. Я ее понимаю. Я как бы заинтригован, но сам я не продумывал дальше. И я пока не видел этих текстов ни у кого вообще. И я понимаю, что это очень сложно. Спрогнозировать развитие вот этой вот угрозы. А вот, значит, чем она может обернуться для страны? Мы постараемся раскрыть следующее. Вот это бы хотелось бы, чтобы вы сосредоточились на таком-то каком-то одном варианте и его отработали. Было бы очень неплохо. Мне кажется, мы завтра услышим тогда от вас интересный рассказ, вот, концентрированный на одном таком как бы сюжете. Он явно такой стоит того, чтобы с ним разобраться. Спасибо. Я предлагаю не обсуждать, двигаться дальше, потому что времени много уже потрачено. А группа согласилась с тем, что есть над чем поработать. Группа сети. Добрый вечер, коллеги. Значит, группа энергобезопасности сетей. Мы представляем свой сегодняшний доклад. Итак, значит, целью нашего сегодняшнего доклада было донести до вас наше видение прогноза развития страны и региона. И наш ответ на вопрос, что же будет с родиной и с нами в итоге. Слайды, пожалуйста. Итак, ну в начале группа сформулировала общее представление понятия прогноза. Прогноз развития. Значит, прогноз – это видение будущего, исходя из реалий и существующих темпов развития. Следующий слайд. Следует отметить, что прогноз мы рассматривали исходя из критериев энергобезопасности, которые мы озвучивали ранее, пробегусь по ним. Это, значит, целостность электросети, это режимная устойчивость электросети, доступность подключения новых потребителей, увеличение мощности существующих, наличие единой нормативной базы для субъектов и согласованность действий субъектов электросетевого комплекса. Дальше, пожалуйста. Ранее в первые два дня мы рассматривали только распределительные сети. Сейчас же мы решили рассмотреть как распределительные, так и магистральные. Дальше, пожалуйста. Собственно, с магистральных мы и начнем. Программа развития предусматривает значительный рост генерации, который влечет за собой строительство магистральных сетей под выдачу мощности. Следующий слайд. Давайте рассмотрим график, наверное, уже известный всем ранее по прошлым дням. График электропотребления Свердловской области. Если взять элементарно последние четыре года тенденцию увеличения электропотребления, то можно элементарно на основе последних четырех лет спрогнозировать рост энергопотребления, который будет идти дальше. Повторюсь, это на основе существующих реалий, на основе энергопотребления в течение последних четырех лет. Но если рассмотреть такие поправки, как ситуация с базом, который ушел от тарифов МРСК на более низкие тарифы ФСК, все равно недоволен тарифами и грозится снизить потребление. Если рассмотреть ситуацию с оптикомеханическим заводом, то, соответственно, группа сделала свой прогноз о том, что дальше энергопотребление будет падать. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста, спасибо. Снижение спроса на электроэнергию за счет перехода крупных потребителей на альтернативную генерацию. Снижение спроса на традиционную электроэнергию, на сетевую, на централизованную, а не вообще? Да. За счет перехода крупных потребителей на альтернативную генерацию приведет к невостребованности сетей. И также в программе предусмотрен ввод новых генерирующих мощностей. Мы прекрасно знаем, что ситуация сейчас составляет то, что у нас 9,6-9,7 тысяч мегаватт установленной мощности, из которых… вернемся к графику, пожалуйста, к предыдущему. Прошу прощения. Сегодня слышали не раз вопрос, затронуло меня ли это или напугало ли меня это. Поэтому мы решили вот этот график, прогноз развития магистральных сетей усилить цифрами и фактами. Что мы сделали? Опять же, обращаясь к программе развития энергетики Свердловской области, там есть цифры, планируемые, ввод мощностей, да, установленная мощность региона. Она составляет, если посмотреть на 2012 год, то текущая ее мощность 9,6 гигаватт. Мы здесь напишем, у нас вот шкала слева будет, это значит мощность, она будет от 4 до 16 мегаватт. И вот в 2012 году 9,6 у нас есть старт. Учитывая планы развития генерации до 2020 года, она планирует получить мощности, генерация, да, установленная мощность, до 14,5 гигаватт. И будет развиваться, примерно, там есть контрольная точка 2015-2017 года, 11,5. Примерно так. Дальше, в этом же программе вообще для чего надо усиливать генерацию, да, для спроса, для удовлетворения спроса. Опять же, нашли одну главу касательно энергопотребления, да, которая планируется в регионе. И она выглядит следующим образом. В 2012 год мы планируем потребить нагрузку, начиная с 6,6 гигаватта до 8,3 гигаватта. И причем сделали это плавной загрузкой. То есть равномерный прирост к 8,3 гигаватта. Дальше, мы теперь, это то, что мы нашли в этой программе. Какие нам хотелось добавить сюда еще цифры. Первое, это установленная мощность, да, второе, это у нас спрос. Третье, это спрос на электроэнергию, спрос вот как таковой, да, вот мне хочется потребителю, хочется суммарно потребить вот столько-то энергии. И она всегда будет чуть больше, что есть сейчас, да, что есть в сетях, что сейчас сеть потребляет. Там также в отчете есть такая нераскрытый, нераскрытый тезис, да, что уже в регионе есть 200 мегаватт альтернативной энергетики. 200 мегаватт. Соответственно спрос, он уже выше спроса на традиционную энергетику как минимум уже на 200 мегаватт. И мы группа сети считаем, что вот этот спрос, это реальный спрос, он будет совпадать с прогнозным спросом, да, который спрогнозировали и вставили в программу развития энергетики. Дальше. И последний параметр, который все и раскрывает, да, вот именно прогнозная ситуация. Как мы будем загружать традиционную сеть? До 2012 года ровное совпадение с тем, что мы планировали. Как планировали 6,6 гигаватта, так и потребили. Появляются случаи оптико-механический завод и другие. Они говорят, мы переходим на альтернативную энергетику, да, тем самым спрос остается на своем уровне, а потребление из традиционной сети, оно начинает уже уменьшаться, оно уже не совпадает с тем прогнозом, который мы делали в программе развития, да. Все, пошло ответвление. В сторону я традиционной энергетикой занимаюсь меньше. Также в программе нашли, что происходит распределенная энергетика, да. На примере, там вот есть такие примеры, это отель Рамада в городе Екатеринбурге, которая запитана сейчас газопоршневой установкой и район академический, для которой планируется рядом с районом, да, построить ТЭЦ на 130 мегаватт. И в целом все сетями, да, традиционными сетями мы с каждым годом все меньше и меньше пользуемся. Так, это пока понятно, да. О чем мы говорим дальше? Созданная нами формула, точнее не нами формула, которую мы узнали вчера, что НВВ деленное на В, говорит о чем? Объем у нас падает, потребление традиционной энергетики. НВВ, ну, мы же строим магистрали, они все время увеличатся. Соответственно, согласно этой формуле, наш тариф возрастет во много-много раз. Это значит, что с каждым годом потребители, которые еще верят в традиционную энергетику, они все чаще задают себе вопрос, а не пойти бы куда-нибудь на альтернативную, на распределенную энергетику. И самые первые, тот бизнес, который может себе это позволить, они уйдут с традиционной энергетики. И пойдет вот такой свал от сетей, от традиционной сети. И самые последние мы спрогнозировали, это тот средний класс, это то население, они доживут до 2020 года, пользуясь сетью, потому что пока нету альтернативной энергетики, которую можно предложить конечному потребителю. Мне, например, я живу на 12 этаже в доме, у меня пока нету других вариантов. Но мы прогнозируем, что к тому времени уже появятся технологии и произойдет полный спад. И в принципе вот та картина. Можно следующий слайд? Самый главный вывод, какой мы хотели сделать из этого графика. А что такое полный спад? Полный спад, что в мире, в Свердловской области потребители, они будут обеспечены энергетикой, но с каждым годом они будут пользоваться не традиционной энергетикой. Спад будет… Откажутся от услуг сетевой энергетики. Да, спад будет, это спад объема передачи электроэнергии по существующим сетям. Вот какой спад будет. Ну и как вывод, там в 2020-й, 2005-й мы думали, к чему это все приведет, когда, ну, поняли, что в конце… Ну ладно, я закончил. На самом деле вывод, он шокирующий. В конечном итоге провода окажутся никому не нужны, ну и, соответственно, их выдернут, переплавят и всю электрическую сеть уничтожат тем самым. Вот такой вот. Андрей, продолжим. Да, таким образом мы знаем, что установленная мощность у нас составляет 9,6-9,7 тысяч мегаватт по области, из которых загружена в зимний период максимальная загрузка 7 тысяч, в летний период 5 тысяч. И, тем не менее, программа энергетики, программа развития энергетики 1317, она предусматривает ввод новых мощностей. Элементарно взять тот же пример, демидовскую станцию, надобность которой вообще сомнительно, потому что дефицита в том энергоузле точно нет. Тем не менее, под выдачей мощности этой станции необходимо будет строить сети обязательно. И, соответственно, надобность… Что станция строится сама как памятник основателю, что сети… Что надобность сетей довольно спорный вопрос. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, отсюда можно сделать вывод, что снижение спроса как раз… на предыдущий слайд. Снижение спроса как раз приведет к невостребованности этих сетей. И дальнейшее развитие генерации приведет к невостребованности вновь построенных сетей. Дальше. Теперь, что касается именно распределительных сетей. В программе развития энергетики там вообще с ними беда. В программе вопрос развития распредсетей в принципе не учтен вообще. Поэтому существующие вызовы энергобезопасности, они останутся нерешенными. Дальше. Вызовы, собственно, мы рассматривали раньше. Это технические, такие как высокий взнос сетей, организационно-экономические, это разрушенность интересов генерации сетевых компаний, это кадровые, экологические, социальные, это мы рассматривали все в первый день. И таким образом с позиции этих вызовов, собственно, как бы нет человека, нет проблемы, поэтому нет мероприятий, рассмотренных в программе, соответственно, нет никакого развития, о каком развитии может идти речь. Таким образом, следующий слайд. Таким образом, пока мы реализовываем программу, бабушки, грубо говоря, конечные потребители, они так и будут пользоваться свечами, и они так и останутся неподключенными. Дальше. Ну и что же будет с Родиной и с нами и дальше сразу? Группа сделала вывод, что реализация подобных программ ведет к отставанию России от развитых стран в вопросах развития энергетики и национальной энергобезопасности. Дальше. Ну и, собственно, это иллюстрация. И спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы есть? Пожалуйста. Можно вопрос? Каким образом, по каким сетям вы хотите запитать Екатеринбург, похоронив в 2020 году все сети? Похоронив все сети, я такого не говорил. Я не говорил о том, что будет полный спад, и мы собираемся похоронить провода. Мы не говорили, что мы собираемся переплавить сети и так далее. Мы имели в виду, что при уходе крупных промышленных предприятий Свердловской области на альтернативную энергетику, наши сети, которые мы построим по этой программе, по сути, станут не нужны. Вы были на предприятиях, чтобы запитать несколько мегаватт просто-напросто печных каких-нибудь трансформаторов альтернативной генерации? Можно я вопрос на понимание задам? Возможно, в вашем утверждении, в вашем прогнозе укладывается такой сценарий. Несколько трендов определят картины будущего. Первое – это приближение генерации к потребителю. У мелкого потребителя будет мелкая генерация своя, у крупного своя, у ГМК уже ставят десятки мегаватт, у очень крупного может даже своя, очень крупная ГЭС у алюминиевого завода, или кто у кого там рядом. Соответственно, эта тенденция резко ухудшается экономику сетей, они резко становятся все менее и менее выгодными. И таким образом может произойти, вот моя версия, может пройти как бы, как это распад единой у Хазина, распад единой финансовой системы в мире на зоны, так здесь может пройти распад единой энергосистемы, единой сети на некие локальные или, скажем, региональные сети, где они еще будут востребованы. Но в этом смысле может как раз выживут распределительные сети, где они будут, например, сеть города Екатеринбурга с там двумя-тремя достаточными для пропитывания этой тысячи мегаватт там, когда-нибудь с небольшими мощностями. Вот об этом можно, так можно трактовать ваш прогноз, да? Да, верно. Распад ЕС. Мы начали доклад с того, что мы сегодня не ограничиваемся там обсуждения вопроса распределительных сетей. Мы говорим в целом. Я не говорил, что мы переплавим все провода, которые существуют на сегодняшний момент. Мы говорили о том, что когда появится генератор рядом с городом, да, вот как, например, в Уфе там поставили генерацию чуть ли не в центр города, да, и по всем сетям, ну, отказались от сетей, которые приходят в город, да, от магистральных сетей. И это можно сделать и в Екатеринбурге. Поставить генерацию вокруг Екатеринбурга. И когда я поднимал… Даже не вокруг, Танил. На прошлой же игре мы разыгрывали 4 подземных АЭС. Да, 4. На концах веток метро. Да. В таких же этих самых штуках. Мы здесь не говорили, что самый важный момент, да, что мы не уберем сети в ноль. Мы оставим их ровно столько, сколько нужно. Но их нужно будет гораздо меньше. Их нужно будет гораздо меньше. Условных единиц будет меньше, экономика улучшится. Да. Еще просьба такая. Вопросы на понимание, задаваясь позиции, правильно ли я понимаю, что вам было легко ответить. А потом же задавать вопросы на уточнение. Это первое. Во-вторых, я понял ваш вопрос. Под альтернативными источниками электроэнергии в данном случае мы понимали просто новую генерацию, отдельный источник генерации на крупного потребителя. Не ветряки, не прочие, а просто отдельную генерацию. Вы можете построить некий форсайт, альтернативные энергосистемы Свердловской области, какой-то лоскутный или какой-то завтра, например. Как это могло бы быть и еще и лучше, чем сегодня? Если строить с чистого листа, скажем. На самом деле это тема пятого дня. Мы обдумывали этот вопрос. Пятого, хорошо. Да, как это сделать? У нас в принципе есть план, могу рассказать. Нет, не надо сегодня. Не надо. Могли бы вы продолжить эту схему? На самом деле в планах это есть. Увидели аргументацию, что это реалистичная схема. Да, и здесь понадобится плотная работа с группой генерация. Потому что понадобится их знание, какие генерации планируются, какая альтернатива будет. Это вот надо с ними консультироваться. Прощай, единая система. Извиняюсь, вопрос еще один назрел. Рассматривали ли вы, когда оценивали риски ухода потребителей из единой энергосистемы, то, как повлияет, что вот эти локальные, скажем так, источники электроэнергии не могут обеспечить того резервирования, которое есть сейчас. А для крупных промышленных потребителей это важно. нет, не рассматривали. Так, а мы что, вопросы еще задаем? Лучше суждения, времени мало. То есть я бы хотел вот в этом плане составление форсайта или еще чего-то попросить обратить внимание группу на то, что вот вы так уверенно утверждаете, что вот у нас, значит, есть там компании, которые питаются сейчас от сетей, потом, значит, электроэнергия будет настолько дорогой, что им лучше будет, значит, там строить, ну, свою генерацию, да? Вот, так вот я как бы рекомендую вам как-то отделить еще и показать, какая доля тех компаний, которые как бы вообще не смогут существовать в связи с этим. Потому что не у всех же там есть деньги на электростанцию. все. Соломин Виталий, группа генерации. Можно вопрос на понимание, затем суждение. Правильно ли я понимаю, что группе сети не нравится такое положение вещей, когда потребитель уходит к автономным источникам генерации? Да, правильно. Тогда суждение. Вчера в докладе группы я услышал позицию группы в том, что она, цель группы в том, что она хочет реализовать контакт между генерацией и потребителем. Такое было. Сегодня мы ждали, не дождались. Поэтому контакт был организован без вас. Без сетевая энергия возникла на игре. Пожалуйста, Дамир. Правильно ли я понял, что все потребители в конечном итоге перейдут на альтернативную энергетику? На распределенную? Сидений будет. Дамир, не тяни резину, времени мало. Рассматривали вопрос тогда, что ресурсов на всю альтернативную энергетику не хватит. Хватит ли ресурсов? Потому что… Может, ты всуждение выскажешь или сомнение выскажешь? Давай. Вот у меня сомнение. Сомнение. Вот давай сомнение. Вот на всю, чтобы полностью, сколько там, даже не 7, 4 гигаватта даже, да? Хватит ли ресурсов альтернативной энергетики? Есть сомнения? Пожалуйста. Последнее осуждение, и движемся дальше. Вот такой вот вопрос. При построении этого графика потребления вы основывались только на планах развития энергосистемы. Да или нет? А откуда вопрос? Я просто хочу осуждения. Если это да, то получается… Тогда сразу осуждение и надо. Да. Просто мы же видим, в период кризисов у нас энергопотребление снижается. И я не заметил у них на графике возможность… Ну, всем известно, что наши предсказатели, экономисты предсказывают в ближайшее время кризис экономический. И почему от этого возможности нету, возможности течения обстоятельств? Я не заметил просто на этом графике. Ну, не заметил. Не, не надо, не надо. Суждение. Можно, да? Да. Ну, суждение вот по докладу группы, что потому такая, скажем, интенсивная реакция, что группа хорошо изложила материал. Значит, одна из немногих групп, которая предъявила определение прогноза, сразу на него четко опираясь, очень немногие удосуживаются делать градацию шкалы, и по вертикали. Если еще время как-то отмечают, то единицы-то очень немногие делают. Вот, кстати, потому материал хорошо воспринимается, что группа на это все обратила внимание. Надо отметить, что четкость изложения очень способствует восприятию. из сети Филиппович задает вопрос, что означает сей прогноз? Спрашивает он группу. Можно я за группу отвечу? Как я понял, группу сей прогноз означает конец эпохи сетевой традиционной энергетики. Правильно? Вот об этом Филиппович. Давайте двигаться дальше, ведь позиция группы понятна, прогноз понятен. Чего тут время-то терять? Спасибо за доклад. Группа теплоснабжения. Добрый вечер. Мы группа теплоснабжения. Хотели бы представить вашему вниманию свой доклад. Докладчик чертовиков Артем. Хотели бы поговорить о прогнозах развития страны и региона, динамики потребления топливно-энергетических ресурсов, угрозах и вызовах ближайшего и отдаленного периода. Следующий, пожалуйста. Хотели бы поговорить по поводу вступления страны в ВТО. Группа считает, что вступление России в ВТО может привести к следующим вариантам развития страны. Первое – это вытеснение сельскохозяйственной и машиностроительной продукции импортными аналогами. Возможно, они будут более качественными и более доступными размещение высокотехнологического производства и появление новых рабочих мест. это мы понимали как возможное внедрение на территориях России иностранных производств. Так, и как вывод, мы считаем, что вступление в ВТО может привести, то есть мы не уверены, но тем не менее, привести к полной зависимости от импорта. На потребление тепла, конечно, это не повлияет, но возможно развитие по поводу продукции импортных производителей прослеживается. Такая проблема, как образование в стране и наука. Образование в наше время оторвано от производства, что способствует увеличению отставания наукоемких производств от ведущих импортных производителей, в том числе в технологиях теплоснабжения. Происходит снижение качества образования, уровень культуры производства вследствие убийства инженерного образования, как такового и введения бакалавриата. Следующее. Группа пыталась разобраться в проблеме миграции населения из мелких городов в мегаполисы. Рассматривалась такая проблема, как умирающие моногорода. На примере был рассмотрен город Верхний Тагил. Состояние города в 90-х годах было следующим. Население составляло порядка 30 тысяч человек. В городе были такие предприятия, как Верхний Тагильский Агресс, Верхний Тагильский КСК, то есть комбинат строительных конструкций, мебельная фабрика. То есть население было трудоустроено на крупных предприятиях. На данный момент в работе осталось только Верхний Тагильский Агресс, а численность населения упала до 13 тысяч человек. Верхний Тагильский Агресс, так для справки, введена в работу в 60-е годы. Реконструкция не производилась. Станция по условиям конкурентного отбора мощности при достижении срока 50 лет должна быть выведена из эксплуатации. То есть, опять же, непонятно, что будет с населением. Следующий слайд, пожалуйста. Разбиралась динамика потребления топливно-энергетических ресурсов. Переселение людей в мегаполисы приводит, как мы считаем, к увеличению нагрузки тепловых сетей этих мегаполисов. Соответственно, тепловые сети мелких городов, с ними непонятно, что будет происходить. Следовательно, потребление в мегаполисах возрастает. Ресурсов. Следующий. Была рассмотрена демографическая ситуация по стране в целом. По данным Росстата, население имеет высокий возрастной ценз и смертность. Представлена тенденция на прогноз на снижение численности населения страны. Как следствие угрозы снижения доли трудоспособного населения и нарушения целостности территории страны. Следующий. Пытались разобраться в экологической ситуации с точки зрения производителя. Применяемые технологии, как мы считаем, не способны улучшить экологическую ситуацию. То есть существующее законодательство ставит производителей в такую ситуацию, что дешевле заплатить штраф за загрязнение окружающей среды, чем вводить в производство какие-то новые зеленые технологии. Как вывод, мы считаем, что сложившая ситуация и наличие неутешительных прогнозов требуют кардинальных решений. Все, у нас все. Спасибо. Вопросы есть? Только важные очень вопросы. Или сразу в суждение превращаете? В суждение. Очень много было информации касательно неутешительных прогнозов, но касательно именно тепловых сетей услышал только два, что вступление в это не повлияет на потребление тепла, и то, что переселение людей в города приведет к увеличению нагрузки на тепловые сети. О чем была остальная презентация? Я могу объяснить. Мы рассматривали разные аспекты влияния, влияние разных аспектов на состояние страны в целом, а также региона с точки зрения производителя теплоэнергии. Все, нет больше, чем чего, да? Мне кажется, коллега, мне непонятно, что делать с вашим докладом, честно говоря, и что вы будете дальше с ним тоже делать, хотя я понимаю, что здесь есть попытки указать на тенденции и риски. Почему? Мне кажется важным такой момент. Всегда, еще до того, как появилось электричество вообще, его вообще не было когда-то, люди здесь жили. Но могли они же только в одном условии, если они решали проблему теплоснабжения. То есть мы живем в зоне, в которой человек, в принципе, не может жить без специальных защитных средств или систем теплоснабжения, теплоснабжения или полушубок, например, в половину года. Не может жить. Таким образом, мне кажется, главный риск всегда был риск замерзнуть. Я понимаю, что, возможно, группа это обсуждала и отклонила, но мне кажется, надо отойти было от первого и главного риска. Есть ли у нас здесь, на Урале, у нас в России риск замерзнуть, риск замерзания. Есть угрозы теплоснабжения от каких-то рисков, отходящих не от технических систем, хотя бы указывали на другие некие тенденции, вызовы, угрозы. Но вот такого риска нет у нас сегодня или в отдаленном будущем? В местах, ну как я понимаю, в местах, где есть централизованное теплоснабжение, там таких рисков, на мой взгляд, нет. Нету, если только не сломаются эти системы. А если не сломаются, то они замерзнут. А могут ли они сломаться? Нет, они сломаться не могут, например, говорите вы, да? Такая цепочка рассуждений приводит к тому, что такого аварийности мы уже говорили. Такого риска нету, тут нет особых проблем получается. Проблем нету, понимаете? Вроде бы как группа проработала, опять же, не напугали, да? Проработала какую-то перспективу. Но вот этот момент, мне так кажется, что он, если бы он был взят в поле зрения, тогда бы мы нащупали что-то важное. При каких условиях возникают такие риски? Может, они маловероятны, эти условия? Но, тем не менее, могут ли вот эти вот глобальные вызовы привести в том числе к таким вещам, когда здесь придется спасаться буквально от чего? От замерзания. Ну, от группы вот такое небольшое замечание. Мы вот пытались найти как раз точки соприкосновения глобальных проблем России и теплоснабжения. Может, немножко в презентации не показали, но вот, например, такая проблема, как отток населения из городов, ну, вообще умирание фактически моногородов может привести к тому, что существующая в них система центрального теплоснабжения, ну, фактически станет нерентабельной, постоянно убыточной, и ее аварийность достигнет пика, да, и тогда реальный шанс людей там замерзнуть. Реальный шанс такой есть, да? Да, да, да. Я просто, вот, я, видимо, плохо слушал, не услышал, чтобы вот здесь эти риски были. Или мы плохо отразили это. И это, видимо, надо как-то рельефно отразить, чтобы понимать, что здесь есть вызов, в том числе и к программе, например. Спасибо. Идем дальше. Организационный и информационный аспекты энергобезопасности. Докладчик вышел. Следующий доклад. Экономические аспекты энергобезопасности. Всем добрый вечер. Мы представляем группу номер пять. Экономические аспекты энергобезопасности. Темой доклада мы сегодня выбрали прогноз экономических последствий реализации программы развития энергетики Свердловской области в разрезе тарифа образования. Докладчики Роман Ключников и Аркадий Перегудов. Можно дальше? Цель доклада показать, что благими намерениями выставлена дорога в ад. Более подробнее мы вам хотим это рассказать. То есть всю нашу работу представить. Как выполнение планов развития энергокомпаний в условиях нынешнего тарифа и ценообразования вызовет энергопромышленный кризис в Свердловской области. Перед тем, как пойти к факторам роста тарифа, хотел бы подробнее уделить время о нашем понимании самого понятия тарифы и особенности тарифов России по сравнению с другими странами. Из-за большого количества малоимущих жителей в России государство решило контролировать тарифы именно для населения и сокращать их путем того, что увеличиваются тарифы для производства. То есть реальная позиция у нас сейчас идет 2 рубля. Это для населения и 2 рубля для производства. Хотя на самом деле это должно выглядеть как для производства оно реально тратит на полтора, а население-то вырастет где-то до 5-7. Отсюда можно сделать вывод, что при увеличении тарифов на самом деле страдает не население больше, а производство. То есть основной уклон мы будем делать в угрозах именно для производства. Можно дальше сделать? Кат. Мы разделили все факторы, влияющие на тарифы, на 2 пункта. То есть это нерыночные факторы и рыночные факторы. Нерыночным фактором мы вывели ввод новых объектов генерации, новых мощностей. То, что рассказывается в программе развития экономики. Если проанализировать эту проблему, то ввод новых мощностей приведет к увеличению стоимости генерации, что повысит тариф. Тариф именно для производства. Тем самым очень многие производства будут вынуждены либо сокращать свою продукцию, либо покидать район и перебираться в те места, где будет более выгодный тариф именно для производства. В принципе, похожая проблема будет и с сетями. То есть будет повышаться инвестирование в программы, вложение денег, повышение тарифов и также для населения у нас поставлено ограничение, что 10% в год только увеличится. Значит, все остальное перекинется на производство. Следующий фактор – это готовность населения платить. Ну, не совсем существенный фактор, но он тоже влияет тем, что РЭК в принципе видит, может население платить или не может. Может чуть-чуть добавлять тариф для населения или убавлять. Перейдем к рыночным факторам. Стоимость ПТР. ПТР очень сильно зависит от мировых рынков. Если цена на ПТР на мировых рынках понизится, то добытчики, они должны будут повысить стоимость продукции именно внутри страны, чтобы компенсировать свои убытки. Тем самым, также увеличив тариф на энергетику, так как энергетика покупает. Формирование цены на электроэнергию также на оптовом рынке постоянно растет, что также ведет к увеличению того же тарифа. И изменение рынка в продукции, произведенной энергопотребителями. То есть здесь имеется смысл того, что если на рынке также будет падать стоимость каких-то товаров, вот, например, как алюминий сейчас, то есть вышел ГОСТом, то, что нельзя в сети вкладывать алюминий, что только сейчас из меди делается. Товар начинает падать в цене на меньше объемов, и это также производит к понижению, в принципе, потребления электроэнергии и к увеличению тарифов. Поподробнее в цифрах расскажет Аркадий. Придется заново рисовать, видимо. Более подробно рассмотрим причины повышения тарифов именно из вот этой составляющей, инвестиционной программы сетей. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом выглядит доля каждой области энергетики формирования тарифа. Это 50% генерация, 35,8% это именно составляющая тарифов в сетевых компаниях, и 7% сбыт, и маленькая доля оператора. Так вот, на данный момент формула вычисления тарифа для вот этих вот 43% выглядит следующим образом, как необходимая валовая выручка, деленная на объем потребленной электроэнергии, что составляет в общей цене тарифа примерно 42%. Так вот, реализация программы электроснабжения последует за собой следующие изменения. В этой программе… Можно следующий слайд? Следующий слайд. Да, здесь просто схема, каким образом выглядит, собирается цена. И еще следующий слайд. Как раз и с программой вы взяли, вот такой прогноз нагрузки установленной мощности, из которой примерно до 2017 года ежегодный рост потребляемой мощности 2%. Итого, общий рост за 5 лет составит где-то 10%. То есть это мы сделаем моделирование сейчас. 10%. Группа сети говорила, что все-таки они собираются в дальнейшем расстраивать сети. Мы рассчитываем, основываясь на прогнозах ввода новых мощностей, что сети будут вынуждены тоже построить около 20% новых сетей. И соответственно, около 20% будет… У них расширится на 20% свой объем электросетей. И соответственно, будет необходимость повысить тариф. То есть необходимую валовую выручку. То есть ежегодно повышение НВВ будет 4%, а повышение объема только 2%. Что приведет к увеличению тарифа именно из-за введения программы развития энергоснабжения. Посмотрим, как это будет выглядеть и к чему это приведет. Вот в этой точке мы находимся сейчас. Это цена. Общая цена за электроэнергию. Это время. Вот в этой точке мы находимся сейчас. Такая цена. Она уже является отчасти критической, поскольку уже некоторые заводы не выдерживают такой платы за электроэнергию и закрываются, уходят с региона. Что будет происходить дальше? Поскольку изменение цены генерации не поддается, так сказать, такому анализу легкому. Представим идеальный случай, что она хотя бы будет константой у нас, да, и находиться на том же уровне. Так вот, зависимость, то есть график повышения тарифов будет выглядеть примерно следующим образом, общий. То есть ежегодно в связи с этой программой будут повышаться тарифы. Это если вот такая идеальная модель, что ежегодно повышается на 2% объем и строятся сети, да, по программе развития энергоснабжения. Но мы считаем, что поскольку это уже есть некоторая критическая точка, еще год промышленные потребители могут потерпеть повышение тарифа. А через два года начнется вот такой процесс. Часть потребителей уже начнет отстегиваться, такие как БАС, которые не смогут терпеть такие тарифы. Соответственно, сократится потребление. Соответственно, тариф вот этот еще вырастет. И, соответственно, начнут, это как лавинная такая форма будет, начнет подниматься тариф из-за того, что вот эта составляющая тарифа будет подниматься. Далее некоторые компании, которые не так энергозависимы, еще годик потерпят. И потом уже и для следующей группы потребителей станет критическим уровень цены на электрооборудование, цены на электроэнергию. Следующая группа потребителей стегнется. Потом уже инновационные могут потерпеть. Ну и если так, мы рассматриваем только пять лет, мы думаем, что возможно пять лет они его держат. Но тенденция к тому, что будет вот такое вот лавинообразное движение. В случае, если начнется, в случае, если промышленность именно не сможет платить, и у нас будут снижаться объем потребления, поскольку фактически они просто не смогут оплачивать. Вот такая ситуация. Такой вывод, то есть именно эта программа не смогут или не захотят? Ну, смотря какие они, если саботаж захотят устроить, может, они захотят. Если не захотят, то они могут переходить на альтернативу. Я имею в виду, они переключатся на автономные источники, как было в предыдущей группе. Вы как соотносите свой доклад с тем, что только что говорилось? Вы согласны с группой сетей? Я их поддерживаю. Что вот это развитие событий вполне возможно, да? Имеет там извердать. Понятно. И это будет дополнительным фактором того, что будет и рост тарифа в централизованной энергетике. И в соответствии, и тогда вы подтверждаете прогноз распад единой энергосистемы. На какие-то локальные, например. Менее тяжелые для потребителя. Но если не будет какая-то реконструкция в сетевом комплексе, да? И вообще в экономике региона именно. То есть все останется так же. То вполне возможно. Понятно. Спасибо. Можно следующий слайд? В общем-то мы выявили такую зависимость. Здесь топливоэнергетические ресурсы, в том числе и электроэнергия для потребителя. Так вот, если тариф вырастает, это влечет за собой снижение потребления электроэнергии. Это влечет за собой выход какого-то потребителя с рынка и снижение выплат бюджет налоговых в случае, если промышленность уходит с региона. И так же это негативно влияет на ВРП, валовый региональный продукт. Вот такая зависимость. И мало того, еще есть один момент. То есть после того, как тариф повышен, начинает уходить промышленность и опять понижается тариф. И вот это между собой все время будет зависеть. И снижение, выход потребителей из зоны будет, соответственно, влиять на бюджет и на валовый региональный продукт. Следующий слайд, пожалуйста. Наш вывод, что программа энергоснабжения несет риск энергопромышленного кризиса для экономики региона. Естественно, мы думали о возможных путях решения. То есть, смотря на формулу, можно чисто математически определять, что необходимо либо повышать объем потребляемой электроэнергии в текущих уже сетях для того, чтобы каким-то образом сохранить тариф. Либо отказаться от программы энергоснабжения для того, чтобы не увеличивать НВВ. Ну, либо развивать инновационную промышленность, которая не так требовательна, скажем так, тарифам, что рассказывала тоже компания. В принципе, все, спасибо. Спасибо. Суждения есть? Вопросы? Или суждения? Сейчас вопрос, потом суждения сразу. Вопрос такой. Правильно ли я понял, что группа не учитывала социальную и политическую действительность на стране? Что мы имеете в виду конкретнее? Например, то, что при закрытии заводов начнутся массовые увольнения населения и политические проблемы, какие-то социальные. Они перейдут на автономные источники и они закроются. Как вариант. Как вариант, они перейдут на автономные источники и они закроются. Я специально спрашивал. Будут и те, и те. Я так думаю. А вы учитывали? Я спрашивал просто. Они перейдут на автономные источники? Вы сказали да. То есть, будет плохо энергетика. Они не закроются. Они не закроются. Они выберут просто. Они не захотят платить больше, когда можно платить меньше. Те, кто смогут, переведутся на автономные, кто-то выберет, может быть, другие регионы, где еще пока что тариф на производство меньше, а кто-то вообще не сможет существовать, не построить себе, не перейти и уже все. Александр Лемех, группа потребителей. Во-первых, большое спасибо за числовую оценку изменения тарифа. Я хотел спросить, а вот здесь вы представили изменение тарифа, я так понял, от сетевой составляющей? А в группе производилась ли оценка того, как изменится составляющая, которая генерацией формируется? Нет, я сказал, что мы берем идеальную модель, что она постоянно, поскольку сложно оценимая. Ну, то есть, грубо говоря, вот это вот аспекты, скажем, то, что будет создаваться дополнительная мощность, значит, что это, видимо, на кого-то как бы должно лечь тоже, да, и ситуация на оптовом рынке… Вполне возможно, что она еще больше загнется, да, если… Да, да, да. У генерации наоборот. Если сети еще МРСК и ФСК сдерживаются как-то, то есть регулируются государством, то именно генерация, она именно на рынке идет. То есть, там вот эти всплески могут быть еще больше, еще выше. Спасибо. Я впервые услышал слова, увидел здесь, так еще пока никто про программу не говорил. Программа несет риск энергопомышленного кризиса для экономики региона. Это, конечно, очень такой смелый вывод, и, конечно, он заставляет прислушаться к нему, особенно если он будет хорошо обоснован, хотя обоснование, в принципе, мы слышали, делалось здесь. Вот за это спасибо, потому что я считаю, что сильный ход группы, и вообще у нас в игре впервые мы, мне кажется, говорили, говорим о том, что нужна ли программа такая, нужна ли такая программа. Если не нужна, то какая программа нужна, конечно, следующая серия. Но вот это сомнение, мне кажется, очень важно. И вроде бы в режиме прогнозов, простых достаточно прогнозов, мы подходим к таким вещам. Да, очень тяжелая программа, ее реализация может привести вот к таким нежелательным последствиям. А я бы хотел, спасибо, мне кажется, вот сейчас надо перейти к экспертной дискуссии, уместно, по смыслу. Я бы хотел представить вам такое сообщение. Недавно в Институте народно-хозяйственного прогнозирования шла дискуссия по поводу прогнозирования в энергетике, по поводу разных прогнозов. Я прошу поставить эту презентацию, я немножко ее подрезал. Профессор Нигматуллин критиковал прогноз электропотребления, который положен в основу разработки схемы и программы развития энергетики Российской Федерации. Ну и немножко через это бы отнесся к докладу группы и, может быть, где-то его продолжим. Важным местом здесь было, вот треугольник, когда появился, во всяком случае, один момент мне кажется очень важным, когда мы не просто смотрим прогнозы электропотребления или роста нагрузок, а их увязанность с валовым региональным продуктом, с экономикой. И на самом деле, и вывод был именно про это же, что вот эта связь и важна, не просто прогноз наш, монопрогноз отраслевой, а именно связь с экономикой. Вот это очень важно. Там еще один был заход, а еще и связь с бюджетом уже оттуда. И на самом деле здесь могут быть очень серьезные последствия, если мы разные варианты просчитаем, я о них позже бы сказал. Сейчас я покажу логику, в которой двигался, на мой взгляд, профессор Нигматуллин. Мы ее тоже раньше обсуждали, и сейчас это тоже уместно отметить. Так, расчехлю. Если у нас есть какой-то прогноз роста экономики, скажем, какой-то год перенят за единицу, там синие и красные цвета употреблялись, я попробую тоже их употребить, прогноз роста экономики, то можно рассматривать, это вот мое представление, и оно отражается, мне кажется, в этом докладе, дальше мы увидим, в нескольких таких корреляциях, в нескольких типовых корреляциях уровня роста или связи уровня электропотребления и уровням состояния экономики. Вот это вот у нас будет ВВП или ВРП, без разницы. Скажем, В, валовый внутренний продукт. И, соответственно, могут как-то в это же время, находясь на каком-то своем соотношении, принятом за 100%, расти уровни электропотребления. И можно представить себе, что есть несколько вариантов их соотношений. Первое. Опережающий рост. Это когда растет электроемкое производство, появляются новые электроемкие производства, и в этом, может, нет ничего плохого, просто они либо растут, появляются, либо они начинают доминировать в структуре экономики. Второй, легко предположить, вариант, Второй. Когда рост экономики, рост ВРП, рост ВВП сопровождается таким же темпом роста уровня электропотребления. Третий вариант. Когда на процент роста ВВП приходится меньше, чем процент роста уровня электропотребления. Четвертый вариант. Это когда экономика растет при неизменных уровнях потребления энергетики, энергоресурсов в большом, в широком толковании, или, скажем, электроэнергии. Такое тоже возможно. И в принципе, возможно, еще и вот такое. Когда экономика растет на фоне снижения электропотребления, тоже можно представить это просто по структурным изменениям, когда, скажем, там закрываются металлургические заводы, да, а растут, при этом обеспечивая именно прирост и валовый, и процентный рост экономики региона или страны. Вот все они возможны и, видимо, возможно в такой последовательности, то есть более вероятно, хотя возможно, конечно, появление энергоемких, резкое появление энергоемких производств, скажем, алюминиевых заводов в каком-то регионе, и в какой-то момент возникнет вот здесь вот такой скачок. Но в целом это отражает, на мой взгляд, отражает некую эволюцию энергоэффективности. Она вполне может быть. И вот как это выглядит, где? Давайте посмотрим на вот кусочки доклада Нигматулина, который критиковал вот сложившийся уровень прогнозирования наш и к чему он ведет. Я сказал бы, что это пересекается где-то и с докладом группы, которая ухватывает эти две вещи в паре и Нигматулина говорит об этом же. Пожалуйста, дальше. А, вот очень важные, наверное, слова. Он решил раззадорить, видимо, публика. Необходимо объективно беспощадное понимание сложившейся реальности. Желаемым соотечественникам стремиться к этому пониманию, каким бы ужасающим оно не было. Иначе нас просто исключат из истории. Приведя автора всех этих высказываний Александр Зиновьев, сподвижник Георгия Петровича Чедровицкого, выдающийся российский философ и советский. Дальше. Прогноз. Это оглавление. Мы дальше пропускаем. Здесь есть несколько глав. Дальше. Там можно двигать дальше. Еще дальше. Еще. Можно пролистнуть. Еще дальше. А вот смотрите. Он говорит, есть разные прогнозы. Например, в 90-м году вы знаете, страна потребляла триллион киловатт-часов и когда-то Чубайс говорил, что к 30-му году будет 3 триллиона. И в том числе, кстати, был крест Чубайсом, о котором мы уже говорили, потому что третий год не хватит электроэнергии. И вот варианты, которые предполагали, значит, которые существуют здесь. Генсхема 2008 года разработка 2 триллиона к 2020 году максимум и 1 700 минимум. В 2009 году в энергостратегии прогноз более умеренный, полтора триллиона и меньше. Энергостратегия АЭ пониженный вариант, не знаю, что такое. И вот это его прогнозы триллион сто минимум и максимум триллион двести. То есть от 90-го года не так далеко возможно мы уйдем. Дальше. А вот, пожалуйста, Чубайс-Кириенко. Прогнозы, которые строились в начале нулевых годов или там в середине где-то, они предполагали, видите, вот такой динамичный рост. Дальше прогнозировались более умеренные прогнозы. И вот он считает, примерно в это же время прогнозируя, что совсем другие будут прогнозы. Дальше. Так. Динамика ВВП и электропотребление. И вот он опять же показывает 90-й год. спад и экономики, и спад электропотребления в эти годы. И потом рост. Смотрите, какой рост. Уже сам рост шел. Видите, по какому сценарию. Рост экономики шел, уже сопровождался с ростом электропотребления, но с сниженным темпом каким-то. Меньше единицы. Дальше. И вот он говорит, сегодня на один рост, процент роста ВВП приходится 0,335 роста электропотребления процента. За счет энергосбережения средний темп электропотребления за этот период упадет на 10%. 10% значит надо убрать еще там вот эти три и получается 0,3. Новый темп будет еще более сглаженным. Корреляция будет вот такая. По данным эконом-развития к 2018 году темп роста экономики ВВП будет находиться в диапазоне 3,5-4,6. К чему это приведет в смысле прогнозов на электроэнергию. Дальше. А вот к чему. Когда мы посчитаем получается, что максимальный темп 1,38% темп роста это мы просто привязались уже к экономическим прогнозам. А минимальный вообще 1,05. 1,05. Вот таким темпом в минимальном прогнозе должно расти электропотребление. И он показывает на расчетах, что и другого быть не может. Дальше. А, теперь он говорит о доле потребления, бытового потребления. Понятно, что население потребляет электроэнергию порядка 11,5% и растет вооруженность в быту, посудомоечные машины, наверное, появляется у большего количества людей, но никогда не является доминирующим. Рост электропотребления населения в России не является драйвером дополнительного увеличения темпа роста электропотребления. То есть в пределах одного процента это все идет. Дальше. Дальше. Так, динамика инвестиций в основной капитал. По-разному считает, пропустим. Дальше пойдем. А, вот он еще приводит такую вещь. Динамика численности населения трудоспособного возраста в период с 80-го по 20-й год с различными сценариями Росстата на период 11-20-го, то есть нашего ближайшего будущего. Предсказывается, что, я предположил, что тут миллионы людей, то есть 89 миллионов из там порядка 140 трудоспособные сегодня. И дальше Росстат говорит нам, что эта цифра будет снижаться порядка к 79-ти, 8-ми или 77-ми миллионам человек. А, миллион человек дает нам коррелят такой же 1,5-1,2% ВВП в год. Дальше. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте период вот этот период с темпом 1 миллион человек в год приведет к снижению темпа роста ВВП на 1,2% в год. Для того, чтобы среднегодовой темп роста ВВП в этот период был более 5%, что соответствует 6,2% в период предыдущий, необходимо, чтобы среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал превысил 10%, в 2010 году 6%, он был, а в 2011 году 8,3%, то есть не дотягиваем до этого. Это дополнительные, скажем так, выкладки, я бы сейчас не стал на них обращать внимание, потому что требует авторских комментариев. Но, вывод, для этого необходимо кардинально изменить инвестиционный климат в стране, указывает он на эту связь, а пока прогноз как бы так, не очень хороший. Дальше. Дальше. Так, индекс потребления и производства электроэнергии в стране. Индекс производства электроэнергии, индекс изменения ВВП. Так, давайте пропустим. Я зря убрал. А вот, пожалуйста. И вот годы 50-й, 65-й. В эти годы наблюдалась вот такая корреляция, опережающие росты энергоемкой промышленности, экономики. Следующий. Ноздря в ноздрю. Одинаковый темп. О чем мы говорили вот здесь вот. Второй график. И здесь дальше. Следующий период по-разному получается с 90-го. Сначала было вот это вот запаздывание, но потом наоборот. Экономика росла большими темпами. И мы уже выходим на, ну как минимум мы выходим на третий как бы вариант, третий тип корреляции. Пожалуйста, дальше. А вот Германия. 90-й год. В 90-м году Германия уже вот пересекла вот эту принципиальную грань, где экономика растет уже на фоне почти не растущего электропотребления. Дальше. Германия передовая страна. И вот, пожалуйста, история Германии. 60-е годы то же самое. 70-е по 80-е пожалуйста, вот уже ноздря в ноздрю. Значит, здесь еще был какой-то третья фаза, период какой-то, где были вот такие вещи. Ну и видим мы до 10-го года вот наблюдается вот это вот расхождение уже, то есть повышение энергоэффективности. Дальше. Калининградская область. Здесь мы видим другую картину. Вот это ВВП. А нет, не другую, как раз такую же. И электропотребление растет меньшими темпами. Пожалуйста. Дальше. Дальше. Так. И Белоруссия. 94-й год, начало президентства Лукашенко. Отсюда он отчитывает. Отсюда вот эта тенденция, снижение одинаковое, сменилось на рост экономики, но при этом практически, смотрите, вообще уже по четвертому варианту, типа, когда роста электропотребления у них практически не было каким-то образом. Видимо, это статистика. Вот будем знать про белорусов вот это, что у них в этот период, когда мы жили совсем в других реалиях, у них были вот такие. Дальше. Да, ну это еще и прогноз, конечно, но тем не менее, факт есть. Дальше. Дальше. А, ну да, вот теперь нагрузки. Понятно, что есть разные прогнозы максимума нагрузки, а максимум нагрузки плюс резерв мы получаем необходимую установленную мощность. И вот здесь разные прогнозы. Прогноз есть 181 миллиард нам требуется, 181 гигаватт требуется, 177, 179, 164. Разные прогнозы. Это вот я понимаю, что факты нагрузок, это среднее огибающее, скажем их, и вот к чему мы приходим дальше. Так, разные прогнозы. Либо надо к 17-му году значит 181, а, это в 11-м году считали, что нужно 181, в 12-м году через год считали, что нужно 174 и разница через год составила 7 гигаватт. Чуть-чуть инвестиции в сетевое хозяйство уменьшение составит 730 миллиардов рублей в год. Это то, о чем, примерно, сейчас говорил как раз группа, где цена этого, как минимум, для самой энергетики есть, не говоря уже о всех остальных. Вот такие прогнозы пишут у Минэнергии. Там что-то еще есть, проясните. Еще там один, по-моему, график. Ребята, Миша, кто листает? Кто листает? Кто листает? Еще? Вот есть такой еще график, который говорит, вот смотрите, о чем. Есть мощность, существующая, располагаемая мощность, есть установленная мощность. И вот если мы будем смотреть на один из прогнозов роста нагрузки, то получается, что примерно в семнадцатом году, это в шестнадцатом, семнадцатом году, нагрузки перерастут в целом, пересекуты кривую установленной, вернее, располагаемой мощности, и мы выходим в зону уже, когда востребованность очевидна, прироста мощностей. Но если взять прогноз, как он говорит, сообщества потребителей электроэнергии, которые он представляет в том числе, то получается до восемнадцатого года максимум нагрузка дорастет до ста девяносто девяти, а у нас в девяностом году было, по-моему, 214 установлено, как-то мы на днях говорили. И получается в этом смысле, ну, грубо говоря, не надо строить ничего. Если примите это к нашей программе, то, может быть, лучший из вариантов не реализовывать ее совсем. Это как раз примерно коррелируется с тем выводом, который сделала группа. Спасибо группе за вывод. Так, дальше. Это по электростанциям. Вводы мощностей необходимые за 7 лет триллион. Дальше. Дальше. А, у Росэнергоатома нет финансовых ресурсов на продолжение строительства 400 миллиардов рублей вместе с сетями в ценах 2012 года. Инновационные надбавки Росэнергоатома, оплаченные всеми потребителями страны, не хватит. А самое главное, она не должна направляться на строительство экспортно-ориентированных электроэнергетических объектов, включая Балтийскую АЭС. Вот здесь пример про нее есть специально. Страны Балтии и Польша отказались приобретать электроэнергию в Балтийскую АЭС, строящуюся. А тогда для кого она строится? Стоимость электроэнергии в Калининградской области, Балтийская АЭС, зона, в 2019 году будет на 20-25% выше, чем на электрической бирже скандинавских стран, Нордпул. впору будет не экспортировать, а импортировать электроэнергию. Это экономическая выкладка. Зачем строим атомную электростанцию? Тут, поскольку анклав, тут очевидно экономический парадокс. Ну и, наверное, все, да? Есть еще что-то? Еще одна картинка была, по-моему. Пожалуйста, дальше. Так, нет, нет. Вернуться надо будет, да? Тут у нас есть стоимость электроэнергии на оптовом рынке, плюс сетевая составляющая. Вот мы видим, то, о чем мы говорим, только в динамике по годам. Мы видим, что в годы с 6-го года по 12-й был и там, и там рост. Оптовый рынок, поскольку он догружается новыми электростанциями, он все-таки дает, хотя они и новые, тем не менее, он дает прирост. Ну, понятно, что еще и топливо растет. И, наверное, главную роль пока играет, а когда будут вводы, там непонятно, что будет, потому что там они ведь и более эффективные блоки будут вводиться. Но прогноз у него показан на рост, продолжение роста на оптовом рынке, несмотря на те реальные вводы. Но сетевая составляющая растет еще более круто. И вот прогноз в этом смысле мы имеем, ну, скажем так, неприятный. В этом смысле группа может опираться на выводы, что эта тенденция не надуманная здесь, а можно просто ее использовать. Хотя там спор зашел между двумя группами разработчиков прогнозов, кто из них прав, но тем не менее я понимаю, что этот прогноз имеет право на жизнь. Еще переснимешь? Так, балансов. Посмотрим. Есть там что-то, нет? Еще. Дальше. Еще. А, да, вот этот вот, наверное, последний график. Вот прогноз Минэнерго и прогноз сообщества потребителей электроэнергии. Как видите, здесь установленная мощность, скажем, 248, а здесь 230. Это к 18-му году и там, и там. И следующий, последний, наверное, слайд. Последний слайд. Еще раз. Так, это про сети. Мы пропустим. Тут тоже протяженность. Еще дальше. Еще. А, вот. Вот получается, по-моему, цена вопроса. Он взял инвестиции в генерирующие мощи, потом сетевые и объединил. Вот это требует таких затрат. В этом прогнозе нужно 3 триллиона, 2,9, в этом 4,6. Разница в ошибке в прогнозах составляет 1,7 триллиона рублей. Ну, для страны даже это вообще прилично. Да? И мы понимаем тогда, что, занимаясь прогнозами или работая с прогнозами, мы понимаем, что эта штука очень ответственная. Это, наверное, все про листа там до конца. А, до этого немножко. Ежегодное снижение инвестиций на 250 миллиардов рублей. Вот что означает научный подход, как он говорит, если следовать моим прогнозам. Ну и дальше угроза. Пожалуйста, его фотография. А не химеры. За химеры и остроты придется отвечать. И палец. Ты ответишь. Ты ответишь за прогноз. Что бы я хотел сказать здесь? Все можно выключать. Есть разработчики серьезные, которые занимаются прогнозами. Понятно? И мы здесь тоже занимаемся прогнозами. Мы по-другому ими занимаемся. С одной стороны, мы не можем быть так точны и академичны, так все это посчитать. Да нам это не надо. Не это у нас сегодня здесь задача, на мой взгляд. А определить на качественном и на логическом уровне возможное развитие событий. И мне кажется, в чем еще не учитывает, в этом случае, может быть, ему и не требовалось, а мы должны учитывать, в отличие от профессора Нигматулина. Вот тот самый прогноз, про который мы уже привыкли, который мы привыкли видеть, когда мы говорим, вот у нас росла электроэнергия до 40, грубо, 8 миллиардов киловатт-часов, вода отчасти упала до 42, и тарифы тут ни при чем. И потом начинает медленно расти, пока еще не доросла до этой величины за 3 года, и когда-нибудь там куда-то дорастет. Положен до 52 миллиардов киловатт-часов, и нас потребуется даже может что-то из нам мощностей вводить. А мы, кстати, их уже не можем и не вводить, они же уже строятся. Белоярков, попробуй не введи, надо вводить. Другое дело, у нас еще, конечно, одна из особенностей, у нас что-то надо необходимо выводить. И вот если мы сбалансируем вводы с выводами, то мы можем, конечно, построить довольно грамотную, вот такую, оптимизационную, между Сцилла и Харибдой, между двумя опасностями, риска дефицита электроэнергии и риска чрезмерного воздорожания, какую-то правильную стратегию или программу. Это да. Но, при этом, мне кажется, что прогноз, вот и первый, и второй, не учитывает такой вещи, о которой я сегодня говорил, например, Мерхазин. Он говорит, что есть глобальные вызовы, и это реальность, это не химера. И вот все эти прогнозы посчитаны внутри некоторой замкнутой экономической системы, которая называется Россия. А она вообще-то не замкнута. И, между прочим, то, что она не замкнута, говорит вот этот факт. Этот факт вообще-то извне пришел. И он никак не связан с этими миллиметрами, там, процентами корреляции ВРП, ВРП, нашей технической политики, нашего экономического прогресса, энергосбережения и прочих таких вот сложных и важных дел. А это все сглаженнее гораздо действует. А вот эта штука, что она уже может принести? И я ожидал сегодня увидеть этот прогноз, честно говоря. Мой вывод, во всяком случае, такой. Сегодняшние прогнозы и российские, и системный оператор, на который опирались разработчики программы, и, к сожалению, здесь не прозвучавшие прогнозы, они пока исходят из вот этого вот изолированного нашего существования без учета вот этих внешних вызовов. А сегодня день как раз учета этих внешних вызовов. И мне представляется, что здесь более как раз правильные были бы нарисовать такие вот черные дни для, скажем, России и для Свердловской области. Закрывается, значит, снижение экономического роста, говорилось сегодня, там, по 10% в год, глубокое и серьезное снижение. Говорят, практически неизбежно. Я думаю так, тогда мы хотя бы для игры должны просчитать этот крайний вариант развития событий. Что такое просчитать крайний вариант развития событий? Можно прикинуть это достаточно легко. Это значит, что 50 миллиардов киловатт-часов надо отнять металлургов. Надо отнять металлургов, это значит, надо уйти напополам, где-то на 25 миллиардов киловатт-часов. Причем это может произойти в одночасье, условно, в 2-3 года, потому что цены там могут скакнуть резко, еще прогнозные цены, и это все очень быстро может остановиться. Не успеем мы к этому подготовиться, это уже встало. Но ведь наша машиностроительная продукция, наверное, ничуть не более конкурентоспособна, чем металлургическая промышленность. Тогда возможно еще и дальнейшее снижение. И где оно будет? Порядка, может быть, 20 миллиардов киловатт-часов. Мы в прошлом году считали, может быть, 18, а может быть, если учитывая, что доля в целом у населения сколько там, 11-12%, а у нас 6, у нас просто доля, у нас структура промышленности, структура употребления другая, 6% это совсем мало, это гораздо меньше еще, чем здесь есть. Что мы получаем? И тогда вот эти перекосы, которых мы обсуждали сегодня, которые могут с одной стороны привести к, сетевики говорили, привести, и мне кажется, это правильный ход, к, скажем, концу эпохи централизованной энергетики, централизованной сетевой энергетики. но в этом-то случае вообще-то это событие будет более глубокими последствиями. Здесь, мне кажется, сразу это сказывается же на валовом региональном продукте и на поступлении в бюджет. На самом деле это, мне кажется, это чревато серьезной, крупной, социальной, экономической катастрофой для области. Даже не кризисом, который там, как там кто-то нам поможет пережить, а именно катастрофой. Мне кажется, что такой катастрофический сценарий развития событий мы должны были сегодня нарисовать. Если верить Хазину, конечно, никто вас не заставляет ему верить. Спасибо. Теперь, это экспертная дискуссия была меня с Нигматулиным. Теперь, завтра у нас день продолжения, наши... Что, пожалуйста? Пожалуйста. Чего? Так вы же отказались. Не пришли. Когда я вас вызывал, ну, я и говорю, мы сняли вас с производства. Завтра выступили. Поезд ушел уже, уже уж... Да, да. Ну, мы договорились дисциплину соблюдать или какие-то там действия делать, чтобы они стимулировали нас. Мне хочется вам показать одну картинку, которая, мне кажется, тоже может иметь место к тому, чтобы построить некоторые представления, понятия и схемы, необходимые нам для... вообще, для вот этого строительства будущего. Во-первых, вглядывание в это будущее такое прогнозное, может быть, прожективное и, собственно, перехода к тому, какое будущее мы можем построить, несмотря на то, что, а может и благодаря тому, что мы, вглядываясь вперед, видим там довольно в черных красках картины. Мне кажется, что недостаточно смотреть на вот эти вот прогнозы, как на некоторые так называемые естественные тренды. Естественные тренды, то есть процессы, которые можно посчитать. Прогнозы ведь то, что можно посчитать. Вот здесь некоторые вещи посчитаны, но они именно в рамках посчитанности, в рамках определенных условий. Если ничего другого не пройдет, то это можно посчитать, а если пройдет, то невозможно посчитать, тогда прогноз не имеет права на жизнь. Ну а когда мы имеем... Вот здесь вот нет человека, а когда мы имеем присутствие человека, тогда возможен совершенно другой ход в развитие событий и попадание в совершенно другое будущее. Они друг друга могут быть совершенно не связаны, хотя исходят из одной точки. И это непрогнозируемо. В этом смысле в истории ММК есть одна история, когда Владимир Лефевр пришел к Георгию Петровичу Чедровицкому и сказал, Георгий Петрович, я понял, прогнозов же быть не может. Если мы говорим, что мир есть мир мышления и деятельности людей, то не может быть в нем прогнозов, потому что человеческая деятельность непрогнозируема в принципе. И вот это еще один момент, который, мне кажется, нам надо как-то осознать. А как тогда быть? Тогда как работать с прогнозами или что можно почитать? Некоторые естественные процессы, которые идут из учета человека, наверное, их можно и нужно считать. Но когда мы говорим о человеческой деятельности, на самом деле это очень малая часть той работы с будущим, которую нужно проводить. И главное, что другая часть, она строится вообще другими методами. И в этом смысле мы должны как бы оторваться от этих представлений, если мы хотим адекватно влиять на будущее. Их крайне недостаточно. То есть научно, вот это вот описывается научной картиной мира. Их крайне недостаточно. И надо учитывать переход, переход, надо осуществить к построению представлений, моделей систем деятельности. Как это делать, не очень понятно. Но понятно, что вот это вот, это маленькая часть айсберга, видимая. А недаром я читаю монографию толстую по энергобезопасности. Там есть старение фондов прорисовано, какими темпами шло, куда придет. Такие вот вещи прорисованы. Там цены прорисованы, потому что естественным образом растут цены на газ, кажется естественным. Затраты растут, потому что все глубже и дальше мы добываем ресурсы. Эти вещи квази естественные. Но там вообще нет угловы, скажем, безопасность от террористических угроз. Но возможно она засекреченная, поэтому ее нет. Не знаю, но она отсутствует. То есть там, где человеческий фактор может повлиять на энергетику, ученые тут просто бессильны. Они просто тут перестают, они только то, что можно посчитать. Вот эти вот естественные процессы. Вот как с этим быть? Как нам перейти от этих вот представлений естественных или квази естественных процессов представлением о том, что мир есть мир мышления и деятельности. И, соответственно, его надо вообще, это будущее определяется, угадывается и строится совсем по-другому, чем по привычным, скажем, нам представлениям. Во всяком случае, одну схему я хотел бы вам предложить, которую я услышал как-то на одной из игр школы культурной политики Петра Щедровицкого, выступал с ней Сергей Градировский. Какой-то кусок из нее я бы хотел вам показать, который тоже, на мой взгляд, относится к прогнозам, и который, во всяком случае, качественный прогноз, который по-другому смотрит на вызовы и по-другому представляет возможность работы с ними. Обсуждалась идея русского мира. Что такое русский мир? Это не население России. Это более широкий мир. Во всем мире живет там много русскоязычных людей, которые живут в русскоязычной парадигме или культуре. И их можно расценивать в мире как некое единое целое, и какое у него будущее этого русского мира. Известно, что есть три языка, например, на котором говорят более миллиарда человек. Это испанский, английский и китайский. Это тоже миры, крупные миры. И среди них есть русский мир. Сранил русский мир Сергей Градировский с исламским миром. Сравнение было примерно вот такое. Через действия, через, скажем, силы, он предлагал считать силы. Силы. Силы приводят в движение какие-то процессы. Вот таким образом он это отмечал, как я помню. Силы. Первое. Демографическая сила. Исламский мир. Известно. Это динамика. И в мире идет вот такой тренд. Русский мир. Обратная динамика. Второе. Военная сила. Если включать еще и способы ведения войны, включая терроризм там со смертниками, то в целом можно говорить о том, что здесь есть динамика роста этой силы. Но, к сожалению, мы сегодня наблюдаем как раз снижение оборудованной способности нашей страны в течение уже многих лет, уже очень многих лет. Это уже тревожная тенденция. Третье. Финансовая сила. Гардировский приводит пример, что исламский банкинг, как раз в отличие от того, что говорил сегодня Хазин, он не запрещает приватизировать судный процент и работает по-другому. А в этом смысле он работает как бы выгоднее и мощнее. Можно построить мечеть там где угодно, в центре Москвы. Вот я видел там громадную мечеть строят. И сейчас глава города, мэр города не знает, что с этим делать. И говорит, давайте будем голосовать, где строить, где не строить мечети, но проблем с этими мечениями нет. Хочешь строить предприятие, хочешь строить мечеть, например, дают деньги тебе. Собственность это не твоя. И получается, что инвестиции совершенно по-другому работают. Там нет в таком западном смысле института собственности. И эта сила, как он говорит, потенциальная, более сильна. Транслирую просто его информацию без, скажем так, достаточно глубокого обоснования и понимания от себя, потому что я и не знаю больше, просто обозначение передаю. Пожалуйста. А? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Микрофон только. Там суть заключается в том, что они как раз признают долевую доску. Ну да, да, да. Угу. Да, да, да. Неодолок другое. Вот. При этом он говорит, а у нас бегство капиталов. У нас говорит это о том, что наша система слаба и пока еще нет признака выздоровления ее. Вот таким образом можно, ну просто для начала оценивать, да, те вызовы, которые могут, которые обеспечат какую-то динамику, демографическую, социальную, военную, силовую, финансовую динамику, которая можно прогнозировать тогда, что же дальше будет. Ну и я взял и сделал еще вот такую картинку. Если интерпретировать Хазина, я бы взял еще вот такой вот западный мир. Западный мир. Это Европа и Соединенные Штаты Америки, например. Здесь, смотрите, здесь можно говорить, что здесь вот тоже намечается, ну или стабилизация, или какое-то снижение рождаемости. В то же время нельзя говорить о снижении там военной мощи. И нельзя говорить о снижении финансовой силы, мне кажется, пока не вот не закончилась эта парадигма. Хотя, скажем, Хазин говорит, что а вот это скоро кончится. Может быть. То есть тут надо какой-то знак вопроса ставить. Ну да, может быть. Ну здесь я бы, я бы это вот сейчас назвал уже таким, восточным миром. Потому что тут сюда, может быть, надо относить еще и Китай, и Индию, и исламский мир. И это разные совершенно образования, разные миры, но они составляют некоторую другую часть, как конгломерат какой-то. И вот на этом всем фоне, помните, просто говорил, там по три силы, да, две играют, третья выигрывает, две конфликтуют, одна играет, одна выигрывает. И в этом смысле можно тоже считать Россию, мне кажется, в мире глобальных вызовов таким образом. Но дело в том, что когда я рисовал эту картинку, она ничего утешительного не дает, потому что понятно, что Запад в этом отношении может терпеть какие-то бедствия, но нам-то он как помогает. Здесь это не предвидится. И мне показалось, что надо считать еще какую-то силу. Ну, я это посчитал интеллектуальной силой. И мне кажется, что это тот ресурс, который может обеспечить нам какие-то шансы. В принципе, в принципе. И здесь мы понимаем, что Запад этим серьезно занимается, вкладывает в ученых, в науку, в неокр и так далее. И тут опять же доминирует. Нельзя сказать, что этим не занимается восточный мир, если уж тем более взять Китай и даже Индию. А у нас утечка мозгов. И в этом отношении, видите, картина на самом деле не добавляет новых шансов, а пока становится еще более проблематичной и даже драматичной. То есть, если говорить о целостности страны, то еще Менделеев, по-моему, говорил, что нужно 300 миллионов человек, чтобы удержать страну в целостности. Об этом сейчас говорит Юрий Крупнов. Он говорит, что нам нужна демографическая революция, иначе нам не удержать страну. Насчет военной силы, я не знаю, это, наверное, отдельная дискуссия. Тут нечего, мне кажется, комментировать сегодня нам. Хотя бы просто после отставки министра обороны говорить о благополучии тут просто не приходится. Не говоря о том, что мы без этого. И если бы его не сняли, сейчас бы представляли себе это отношение примерно одинаково все. Я тоже ничего тут не говорю про финансовую силу, тоже нечего комментировать. А вот на этом, в этом пункте, мне кажется, нам имеет смысл остановиться. Вот это вот сегодняшнее состояние, да, понятно, что оно не радует нас. Но дело в том, что если мы здесь не найдем решение, то мы и здесь само собой ничего не произойдет. Вот здесь еще может как-то происходить только благодаря тому, что у нас есть, скажем, передовые идеи. Кстати, о которых говорил Хази. Он говорит, надо создать интеллектуальные центры и разработать идеи. Но таких же нету. Их надо создать, разработать. И здесь возникает вопрос заказа. Закажет Путин? Закажет Путин интеллектуальные центры? Будут центры? Будет и мир спасенный, и мы спасемся еще и в главе будем. Тоже как бы красивая картинка. А не успеет Путин заказать? То есть вопрос вот в этом. Тут же нету, никто нам не дал же страховки, что Путин закажет. И мне кажется, что вот с этим надо что-то делать. Как бы главный вопрос наш, получается, выходит на плоскость, скажем, неких возможных интеллектуальных прорывов. Могут ли они произойти здесь у нас на игре, я не знаю. Но мне кажется, что в этом направлении нам надо сосредотачиваться. И еще одно объявление на сегодня. Завтра, с утра должна быть экспертная дискуссия, завтра выступит по теме форсайта. С форсайтом, значит, эксперт фонда развития энергетики Абрамов Андрей Юрьевич, мы с ним согласовали это время, он по возможностям своей может выступить в 17.30. У нас как раз середина ужина. придется бросить ужин и идти сюда. Кто способен спросить, да? Слово? Хорошо, сейчас. Вот, то есть с утра у нас не будет экспертная дискуссия, начинаем работать в группах, а позже мы вот на эти минут на 40 отвлечемся, либо от ужина, либо как-то сместим свою работу, да? Устраивать всех, объявление я сделал. В 17.30 завтра экспертная дискуссия. Может быть это стоит и на сайте написать. Затем все от меня. Спасибо. Да? Что? Геннадий Владимирович просит слово. Я надеюсь, что сегодняшний день показал вам важность экологического мировоззрения. Практически без него мы прогнозы верные делать не можем. в связи с этим необходимость экологического образования, формирования этого экологического мировоззрения. Я думаю, вы тоже понимаете, что это актуально. К сожалению, сегодня в школе предмет экологии нет. Он исключен из федеральной системы, вернее, федеральной перечни обязательных предметов и на региональном уровне его почти нет. Как обстоит дело в воздух, вы, наверное, тоже знаете. Экология там далеко не первое место и совсем не в системном плане, а это где-то на последствиях. Поэтому если у кого возникает проблема самообразования или обращение к тем, кто этим владеет. Вот участники сегодняшнего форума Андрей Лекомцев, Александр Лемех были на одном из наших семинаров по системной экологии. Если будет интерес, пожалуйста, я приглашаю. Ну и вот такой девиз, мне кажется, очень позитивный, это слова Экзюпери, когда он в своем произведении говорил «Утром проснулся, приведи в порядок себя и свою планету». Если мы с этим девизом будем вставать и думать об этом, тогда у нас получится. Спасибо. Спасибо, Геннадий Владимирович, за участие в нашей работе. Коллеги, я предлагаю в 11 собраться в группах через 5 минут, в 11.30 закончить это дело и жду игротехников на собрании, а в 12 желательно всем спать и отдохнуть завтра с новыми силами работать.